ну что ж дорогие друзья всем снова здорового микрофона по-прежнему cloud fox и роботе хиты мы продолжаем смотреть я дотку собственно мы посмотрели первую серию на данном канале также на других параллельных каналах вы можете наблюдать много интересные доты на нашем же канале было сергей единственная ничья во всех остальных сериях был счет 20 как вы к этому относитесь я нисколько не удивлен я уже предупредил о том что друзья на этом канале матчи будут долгие матчи будут затяжные на этом канале будут фармить было долго форме не но кто знает может быть следующих матчах мы увидим что-то более быстро не исключено ну а тем временем давайте же посмотрим на параллельные матчи что у нас происходит на на соответственно следующие параллели так на первом канале кто хочет вы можете посмотреть им спирит против тундра и спортс на втором канале где калай и соответственно марталис насколько я помню team secret экстрим гейминг тоже очень интересная встреча на нашем же канале может речь серию best of 2 шпф арбеллен против аврора и на четвертом канале машинка вместе с коллегой комментатором будут для вас комментировать ван вин и тим ликвид ван вин между прочим это соответственно ребятки из региона восточной европы бывший клим саныч так что тоже есть повод подтопить вот но обязательно оставайтесь с нами соответственно что касается нашей серии конечно да наш серия она тоже битва получается аутсайдера явного фаворита до авроры это у нас такой микс получается и восточный азиатский но довольно таки интересный против шпф обновленных только неизменным остается артизи дальше следующая параллель у нас матчей ближе к 7 часам вечера по москве на первом канале это у джи и team falcons соответственно также эжур и гейм гуде и торс на нашем канале мы будем смотреть героик и g2 айджи и соответственно на четвертом канале только битва восточная европа дерби да баба тим и виртус про да мы это конечно последний матч такой понятное дело наши дерби для нашего региона интересные да 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 самый возможный интересный среди нашего региона как ты сказал но в остальном тоже матчи достаточно интересные наверное что еще стоит отметить спиритов тоже хотелось бы посмотреть но сегодня на другом канале но у нас давно и конечно основном последний параллель да вот уже выйти на экранах тоже можем озвучить до liquid spirit тундра extreme у нас будут еще играть также сегодня секрет шипифай сегодня мы дважды посмотрим за шипфаре билен и иван минс авроры потом будут играть еще на последнем канале вот как это теперь можем перейти соответственно к нашему мальчик нашей серии который будет сейчас непосредственно да по нашему матчу тут тоже такое интересное противостояние это соответственно шипифай которые прошли по 7 североамериканским квалом это аврора который на удивление прошли по юго-восточный юго-восточноазиатская все получается примерно так я честно говоря ладно я думаю все таки матч будет есть небольшое ощущение что будет аутсайдера немножко аврора но кто знает кто знает может быть смогут показать хороший уровень и матч будет интересно но конечно же знаешь сердечком сердечком я за артизи немножечко подтапливаю понял понял но мне почему-то кажется что вот у нас конечно есть аутсайдер как бы номинально да в этой серии но мне кажется что счет будет один-один вот если бы я делал предикт мне кажется один-один вполне возможно смотреть естественно драфты на ситуацию но недооценивать аврору ни в коем случае нельзя потому что неплохие игроки играют там у нас на двадцать третьем же двадцать три совершенно керри ларинов jobs q и оля на соответственно вот состав плюс у них санби тренер тоже хорриски на вот что касается шапивари белин естественно это я пашу миди соберлайт на тройке фиоли корни 4 китрок 5 бульба тренер несменный вот бульба артизи по моему сочетание которое существует уже огромное количество времени на профинальной сцене скажем тогда и до этого не представляли и вилджиниус из потом соответственно шпифа ребелиан и как раз до сих пор они продолжают в этом под этим тегом находиться на про сцене вот мне кажется что ничья вполне ожидаемо даже то есть я не удивлюсь если будет ничья в этой серии абсолютно поэтому как бы аутсайдер аутсайдерами слушай но у нас и журой тоже были аутсайдерами по итогу на первой карте вон как выиграет но в той в этом случае там не то что прям явно и аутсайдер да хотя и в этой серии тоже не могу сказать что аврора это прям значительно слабее команда но вот не знаю может быть это знаешь что-то личное что-то лично но хочется подтопить за артизи давно его не видно на в такой ночной прям большой сцене на топовом уровне скажем так каких-то значимых побед возможно это тот самый шанс снова вернуться и показать себя но возможно все таки снова ничего не получится такое тоже не исключается снова ничего не может последнее но последнее время есть до какой-то спад у него то есть возможно сколько сколько лет артизи ты знаешь артизи не самый конечно возрастной игрок ну довольно таки возрастной я могу в принципе даже уточнить и сказать что артизи вот 27 лет по годам личная если со мной сравнивать он меня пучок младше вот как то так то есть ему 27 в этом году ему будет 28 соответственно летом ладно еще есть на рецептор в рамках соревновательной доты конечно уже ну возрастной игрок это понятно это да это да но слушай зато опыт какой зато какой опыт и можно продолжать играть но понятное дело что да довольно много критики было в сторону артура за последнее время и действительно результатов давно не было то есть по сути какие-то грандиозные высокие результаты были последний раз ну когда по годам точно не скажу но когда он был вывел женился уже в шапифая не играли уже как бы уже не ждали что артизи будет побеждать скажем тогда на крупных турнирах на ланах прям первые места занимать да они где-то там пытались пробивались но мы действительно давно не видели чтобы это прям вот топовый результат что прям грандами они были в своем регионе да они выигрывают но как мы знаем северо-американский регион да и южно-американские сейчас да они немножко страдают в этом плане то что конкуренция там довольно низкая состава сильных нет в основном все сильные команды больше степени это кто у нас топ весь топ европы восточной европа конкуренция причем довольно плотные да тоже есть можно выделить прям топ фаворитов прям топовые коллективы да такие как spirit такие как бы team на вот у нас сейчас появляются новые команды вот ван мин как раз да поэтому посмотрим как они себя будут проявлять это очень здорово что появляются новые команды в регионе у нас больше регион славится наверное тем что у нас очень много выдающихся игроков из региона выходит и вообще номинально у нас считаются игроки самыми лучшими но то То есть, по крайней мере, по результатам, да, если смотреть, у нас очень много играют игроков из Восточной Европы как раз-таки в европейских составах и, собственно, усиляют их, на самом деле усиляют без шуток. То есть это не преувеличение какое-то. Есть китайский регион, который вообще на своей волне, да, и вот сейчас, наконец-то, он камбэкает, скажем так, нас начинают, они удивлять, ну как, да не удивлять, наверное, все-таки, но показывать хорошую игру, и это радует. Это очень круто, и поэтому очень ждем, чтобы, соответственно, китайские команды продолжали нас радовать своей игрой. Соглашусь, даже не поспоришь с этим. Да, да, друзья, собственно, я могу еще сказать, пока мы, соответственно, ждем, мы все еще пока ожидаем, когда команда у нас подойдет к драфтам, совсем скоро мы уже будем наблюдать пики, баны, что во время DreamLeague 22 Винлайн проводит розыгрыш, в котором вы, соответственно, дорогие зрители, можете принять участие и выигрывать призы. Значит, что вам нужно для участия в розыгрыше? Вам нужно сделать три, хотя бы три, да, ставки на DreamLeague, на этой самой, подписаться на канал Винлайн и Спортс, если вы не подписаны, и оставить свой Винлайн и Иди в комментарии под постом с розыгрышем. Все, все просто. Итоги будут опубликованы, соответственно, в телеграм-канале Винлайн и Спортс. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. Ну что ж, дорогие друзья, пока мы ждем драфты, наверное, можем немножечко поговорить про ожидаемых героев, да, то есть вообще в целом, наверное, по прошлой серии, да, по прошлой серии взять даже суппортов, то есть, допустим, даже тот же Леон, кто у нас там еще из таких популярных, да, вот кто часто прям появлялся, но сейчас вот, допустим, Леона я, по-моему, вообще не увидел. Энча та же самая, хоть у нее и не самый лучший Миндрейд, но вот тоже не увидели, но эти команды тоже любят с этим поиграть. Что из такого самого-самого, да? Персонажи. Кстати, вот, любят Shopify, и, по-моему, как раз-таки Аврора тоже интересуется персонажем Абаддон. Как тебе такой персонаж, который, на мой взгляд, сейчас немножечко недооценен, как будто бы он достойен большего внимания, чем он имеет сейчас? Ну, Абаддон, как сказать? Персонаж-то явно неплохой, и относительно недавно вот проходил турнир, да, и там Абаддон появлялся, собственно, помню, было дело. Я бы не сказал, что сейчас это прям тир-1 какой-то персонаж, но, безусловно, не слабый, то есть он ситуативно может появляться. Вопрос только в том, на какой позиции его использовать, как именно, но чаще сейчас Абаддону-то речь идет именно про кора, поэтому посмотрим. От кора мы ждем чего? Чтобы он мог инициировать файты, давайте вообще какой-либо teamfight, может быть, какой-то корт сильный. То есть, опять же, да, из того, что мы с тобой наблюдали ранее, кто это были? Это был Марс, это был Dragon Knight, это был Doom. Поэтому вот такие вот коры больше востряются. Так что по поводу Абаддона, скорее он где-то во вторых рядах, но в целом мне концепт-героя, и сам герой нравится. Здесь я с тобой, ну, согласен, герой хороший. Давай пока обратим внимание на драфты, которые уже стартовали, да, напоминаем, что мы смотрим за, соответственно, Shopify Rebellion и Aurora, у нас только немножечко местами надо поменять теги и названия, вот, да, потому что здесь диссонанс определенного рода есть, поэтому надо с этим определиться. Вот, а давай пока драфты оценим, значит, соответственно, у нас Chen, Vengeful Spirit, Dragon Knight, Mirana в бане в первой стадии, да, от команды, которая, соответственно, сверху, и снизу у нас, соответственно, Timberso, Enchantress и Насирена в бане, на ФП появляется Марс, да, возможно, для Cyberlight, если все-таки это Shopify Rebellion, я думаю, что это так, ну, а сверху мы видим Бэтрайдера, вот так как-то. Да, теперь все правильно, у нас как раз-таки прошлись по банам именно Авроры, любят они играть на друидах, и вот как раз-таки, да, все персонажи, которыми зачастую ребята играют, все поперебанили, Shadow Demon также появляется, ну, в Марс, кстати, тоже неплох, и подсейвить можно тиммейтов, и самого Марса, против Марса тоже неплохо работает, пока что окей, единственное, что Бэтрайдер, да, но Бэтрайдер тоже сейчас ретится неплохо, частенько мы увидим, и вот он тот самый Леон, ЦМ-очка, все по стандарту, в принципе. Да, да, ну вот Бэтрайдер появился, кстати, в теории у Аврора, как будто это Бэтрайдер может флекситься, на разные позиции идти, но, скорее всего, все-таки это суппорт Бэтрайдер, я думаю, для Акью, вот, или же не для Акью, нет, слушай, не для Акью, скорее для Оли, а для Акью, наверное, Shadow Demon, вот, наверное, Shadow Demon будет на четверке, но посмотрим, как ему удобно, так они и поставят, вот, Марджи, соответственно, очевидно, это тройка, ну ладно, не очевидно, скорее всего, это тройка, да, для Сайберлайта, ну и пара сапов, Леончик, ЦМ-очка, в принципе, хорошо, Марфа забанил, или других, или таких вот героев противных, вот, теперь давай посмотрим, соответственно, кого будут добирать сейчас, ну, Аврора, я так понимаю, значит, кто нам нужен, пара суппортов есть, пора, обратно, открывать коров каких-то, опять же, у кого Ласпик, Ласпик у Авроры, вот, они могут закрывать, они видят сейчас Марса, поэтому можно против Марса, в принципе, сейчас добирать кора, да, вот, насчет тройки, не знаю, как они захотят, то есть, вот, какой у них будет приоритет, они вот сейчас добирают Вайда, да, потому что они видят Марса, они понимают, что он тройка, и вот дальше, они будут добирать, либо третью позицию, чтобы мидера на вас пик добирать, для, соответственно, Лариново, либо же они сейчас доберут Лариново-героя, а потом попробуют закрыть кора, как им поступить в этой ситуации лучше, как ты думаешь, Сережа? Вопрос хороший, ты мне, конечно, задал, я вот, думаю, да, я думаю, кто вот у Авроры, по персонажам еще остался, или кто, на ком именно Аврора, да, часто пикают, или же кто вот вообще из общепринятой меты, самый такой чистенький, вообще, ребята, очень часто, ну, откренно говоря, у них прямо разношерстно, они прямо очень много чем играют, поэтому мы здесь все что угодно можем увидеть, но, в целом, если так посмотреть, наверное, все-таки Тинни, подожди, вот это интересно, все еще остается какой-то некий флекс, да, то есть, до сих пор не до конца понятно, кто куда, ну, как правило, Тинни, наверное, все-таки в суппортов 4, и все-таки, отправит бэтрайдера в мид, слушай, да, тут есть флекс, но как будто Тинни в мид здесь неплохо смотрится, потому что таких хлипких сапиков легко можно убивать, плюс Тинни находится в пуле у Лоринофа, но это понятно, иначе бы они так не пикали, вот, но, как будто, да, как будто Тинни здесь хорош, ну, реально хорош, так что, может себя проявлять здесь, на этой карте хорошо, но, опять же, мы помним прекрасно, я вот не фанат этого персонажа, именно с миды, потому что, он довольно активно должен играть, и, и, ноу-бол, он может убить всю карту, то есть, он очень полезен, но, не дай бог, он потеряет темп, по фарму не сказать, что он самый лучший фармила, и, если он не будет убивать героев с прокаста, там, в какой-то момент времени, то он может просто потеряться и превратиться в фулл-суппорта, поэтому, здесь надо быть, ну, как бы, в этом плане осторожнее, и, зачастую, мы видим, что этот персонаж сильно страдает, по итогу, пикается сигнатурный шторм спирит для япажа в мид, и, как раз таки, шторм против тайни стоит, очень даже неплохо, линию, но, но, при всем при этом, придется, сейчас будут баны коров, да, банится сейчас хускар, они все-таки оставляют опцию того, что это может быть тайный, не обязательно мид, и, соответственно, у Авроры будет возможность подзакрыть драфт оппонента, в плане, вот, их керри на линии. Вообще, интересный пик шторма, здесь есть возможность его ловить, в любом случае, для Авроры, то есть, тот же купол, тот же лассо, в теории, там, если без мана останется, контроль много, его тоже закрывают, да, не то, что прям легкая игра для шторма, хотя, учитывая, что у тебя Марс, у тебя тут куча контроля от суппортов, и, в теории, там, дэмэдж будет просто колоссальное количество, ладно, неплохо смотрится. Банится антимаг, понятное дело, здесь нужно набирать как-то керри, как раз таки, ну, кто тут остался из керри персонажей, кто против вайда, хорош, важный, интересный момент. Ну, надо просто мету вспомнить, какие персонажи в целом есть, скорее, тот, кто, просто реально контроля так много, вот, так и не скажешь, вообще, антимаг даже любопытный, банно, минимум, они подумали, что игра может затянуться, они на всякий случай решили еще и Арквардена убрать, по добру, по здорову, просто вот, чтобы просто не было этого мерзкого героя, ну, убрали хорошо, вот, вопрос только в том, я вот задумался, может ли появиться какой-то мипа, наверное, все-таки нет, наверное, все-таки нет, потому что здесь на мипа, опять же, много контроля, это просто должен быть героя, которым всегда, вот, ну, чтобы он всегда был в голове, про него забывать нельзя, по этой причине, ну, хорошо, Арк убрали, то есть, посмотри, да, обрати внимание, они прямо убирают таких сильных, жадных, вот, героев, которые именно, вот, в лейтгейме начинают раскрываться, хорошо там, сплитить, что такую-то гадость творить по карте, против которых играть не хочется, так что, в целом, понять можно, но теперь вопрос, да, чем сами хотят играть, получается, Шпифарри Беллен, и кого мы увидим на вас пик, ну, а с пик мы увидим кого, только когда увидим, соответственно, последний пик самих Шпифай, ну, а кто это будет, я даже предугадать не могу, пока что. Как тебе вариант, все-таки Тинни отправить с упорта, в троечку мы отправляем, бетика, и набрать какую-нибудь, не знаю, может, импларку. Мипа, я уже говорил, я же говорил, все-таки решили взять. Ну, да, играли, играли они уже Мипа, ну, в данной истории, в принципе, вроде звучит неплохо, но, опять-таки, против бет-райдера иногда может быть тяжело, опять-таки, будет есть, который все это дело закрывает. Подожди, а это у нас точно Шпифай, Ребель, Артизия играет на Мипа? Я, кстати, не знал об этом, или он будет играть на Шторме, или это Япаш на Мипа, потому что пока не совсем понимаю. Потому что опция с Мипа непонятная, смотрю на драфт. Пока что не совсем понятно. Ну ладно, узнаем чуть позже. Хорошо, Мипа в итоге появился. Ты спрашивал по поводу, что ты там спрашивал? Вопрос какой еще раз был? Извини, пожалуйста. Какая-то темпларка может появиться. Темпларка? Может или нет? Если все-таки Тинника в саппорт. А, Тинника, Тинника. А, нет, вообще мимо. Вообще мимо. Это контр Амипа, кстати, если что. Это оффлайн Титанчик. Ларинов Мид пойдет. Да, это сильно. Да, 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 да. Все правильно. Слушай, Артизи на Мипа, ничего себе. Артур Бабаев. Молодость решил вспомнить? Или как это работает? Слушай, ну вообще, по драфту, вот давай так, мы убираем теги и говорим по драфту. Мне нравится пик сверху. Мне нравится пик сверху. Это Элдер Тайтан под Вайда. Да, это Тайни, но для Тайни здесь игра неплохая. И это оффлайн Титанчик, который реально может очень круто здесь сработать. Для него саппорты это корм. И он этот, этот Мипа, это же, ну, ты же знаешь, да, как работает с Астралом история у Элдер Тайтана. Там, когда Астрал ходит по копиям Мипа, он с каждого из них собирает урон. Да, это звучит сильно, конечно, но в целом, да, в целом оба пика хороши, достаточно интересно выглядят. Но вот главный вопрос, может ли оформить Артизи на на Мипане? То есть, если все-таки получится, то почему бы и нет. Ну, посмотрим, посмотрим. Мне нравится, буду топить за Аврору, мне нравится их драфт. Вот, мне нравится просто их драфт, да, надежнее, конечно, за Шепифай, но вот нравится драфт. Давайте, вот, собственно, показываю как раз коэффициент от нашего партнера Винлайн. 1.55 на Шепифай Ребеллен и, соответственно, чуть больше двушечки на Аврора. Ну, я говорю, вообще, в Аврору готов поверить. Возможно, это ошибка, потому что, естественно, номинально фаворит здесь Шепифай Ребеллен, с этим никто не спорит. И пик у них хороший, у них реально хороший драфт, они могут выиграть. Но мне так понравился драфт Авроры, что вот лично я, лично я готов немножечко вот за них, знаешь, подтопить душой. Собственно, составы, еще раз перед вами, у нас мультинациональные составы. Шепифай Ребеллен, это Артизи, Япаш, Сиберлайт, Фиоликорки, Трак и, соответственно, их оппоненты из Аврора. 23-й, он же 23, Севедж, Лоринов, Джабс, Кью и, конечно же, Оли. Друзья, вторая серия Бестов 2 на сегодня. Первая карта совсем скоро начнется. Ну, интересно, распекали, конечно, драфт, это прям нечто. Вот даже удивить, удивительно. Но, с одной стороны, чему удивляться, посаде время Мипа достаточно часто начал появляться. По крайней мере, чаще, чем было, да, то есть, иногда это больше, чем 0, больше, чем никогда, правильно? Поэтому, да, да, достаточно интересно. И, вот, главный вопрос, наверное, все-таки, к этому Мипану, к исполнению, и вроде бы его закрыли, с одной стороны, неплохие герои есть в этого Мипа, можно его закрывать, это не такая большая проблема, знаешь, которая, когда Мипа бегает, и ты вообще ничего не можешь ему противопоставить, нет, это не та история, здесь его можно закрывать, можно как-то с ним справляться, но, все равно, по исполнению, если получится, неплохо так нарастить преимущество, возможно, темпом, каким-то образом, смогут надавить, но, надо смотреть, так сразу не скажешь. Да, посмотрим, да нет, против Мипа, как ты сказал, реально, набрали героев очень хорош, типа, реально хорошие герои против Мипа, поэтому, у меня и вопрос, потому что, я бы не сказал, что Артизи, это самый какой-то сильный, исполнительный, это Мипа, я редко видел Артизи на Мипа, реально редко, то есть, я как будто, знаешь, у меня даже в голове, появилась какая-то история, что, может быть, они как-то послапаются, может быть, я, Паш, не знаю, сядет на Мипа, Артизи на Штарме, тем более, что, как раз Артизи на Штарме, я помню, я думаю, что ты тоже помнишь, далекий 2014 год, тогда Артизи вообще в Миде играл, показывал своего коронного сигнатурного Рейзера, вот, но сейчас времена немножко другие, да, и, соответственно, все совсем по-другому, ну, что я могу сказать, друзья, наслаждаемся игрой, остальное за Винлайн, мы переходим, соответственно, на первую карту, как я уже говорил, данные Беста 2 серии, вот он, 23, сообщ пишет в чат, на своем сигнатурном Войде, кстати, вот по поводу Войда, это вообще чуть ли не лучший персонаж для 23, если что, прям супер сигнат для него, и по игре в целом Войд, я вообще считаю, что это один из самых сильных, и, возможно, вообще самый сильный керри в нынешней доте, в нынешнем патче, вот, еще и поэтому я немножко больше верю здесь в Аврору, но на практике посмотрим, как оно будет, по баунтируем, у нас получается 2 в 2, и расходятся герои, по линиям. Ну, сегодня без особых активностей за эти руны, обычно, знаешь, там пытаются как-то бежать, идти, делать фбшку, в смоках, но нет, не та история, сегодня про это пока что забываем. Ну что же, смотрим, это Мипа, вместе с Мкой, линия будет достаточно интересная. А у нас, рубрика раскопали, от Дота 2.ру, Китрак, обладатель рекордного количества помощи союзникам в патче 7.35, играя на Феникс, против Наунс, в рамках отборочных Дримлиг, сезон 22, саппорт Шапифари Бэль, он совершил 42 ассиста, между прочим. Вот так вот, немножко минутка образовательной информации для вас. Неплохо, очень даже неплохо. По линиям, кстати, обратите внимание, у нас уже вторую игру, Shadow Demon отправляется не в сложную, да, на четверку, а именно в легкую линию, то есть такой больше вспомогательный герой в плане помощи на линии, привыкли чаще, мы видите ранее, что ШД у нас четверка, ну, чаще является четверкой, но ты знаешь, это и здорово. Я рад, что Shadow Demon рейтит, потому что это действительно очень сильный персонаж, который многих героев закрывает, который смотрится по игре классно, и если раньше как-то андеррейтили этого героя, то сейчас все чаще и чаще мы его увидим в драфтах, я считаю, что это вполне заслуженно, и, ну, Shadow Demon посмотрим, как себя будет проявлять, вроде как пока что из того, что мы видим в последних, скажем так, играх соревновательных, получается у него это делать неплохо, ну и, конечно же, я думаю, что в чате люди тоже не прочь подтопить именно за Титанчика на третьей позиции против Мипаря, но это же сказка, это так приятно, с одной стороны ты видишь Мипа и потом просто ультимативная такая закрывашка, которую мы видим не так часто, это именно Elder Titan на третью позицию. Ну, что у нас в боте? это ШД тот самый, вместе с Вайдом против Марса и Леона, такая неприятная линия, Марс и Леон, в принципе, просто на кнопках можно очень много урона вносить и также фраги пытаться оформлять, если, вот главный вопрос, будет ли Леон брать себе какой-то Хекс на условно там третьем уровне, как правило, качаются через Макс, Максит все-таки третий, ну, первый третий, да, 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 но в такой ситуации против Вайда хочется, да, немножко взять, кстати, подожди, у нас Мипа, что с Мипом? А, Мипа умирает, скорее всего, в этой ситуации, хотя все-таки через две секунды будет, да, поэтому выживет, немножко урона не хватает, довольно быстрый Мипарь, все-таки ему спит много, 330, это без сапога, так что, да, живет, однако по ресурсам очень сильно пробили, и, кстати, обратите внимание, сразу два тангуса в него вливают, ну, конечно, ощущение, что успеет ли он второй схавать, не успеет, успеет, успеет заранее, да, нам все рассчитано, это нормальная тема, абсолютно, в этом ничего такого сверхъестественного нет, на Миде шторма очень сильно пробивает лавинов, периодически, засыпает его лавиной своей каменной, вот, раскачка, кстати, одинаковая у них примерно, первый спал в двоечку, и, соответственно, пассивка, или же дерево в единичку, вот, ну, и пока что по линиям, по линиям, если посмотреть по крипам, да, мы видим, что Мипа немножко страдает, на линии его гоняют, все-таки здесь бэтрайдер, который по итогу у нас выступает именно как четверка, и для Кью, это вообще прям сигнатурка, он очень хорошо исполняет на этом пасанаже, вообще Кью, это игрок, вот, что до этого он играл, в составах предыдущих, что здесь в Авроре, это игрок именно инициатор, вот такая, знаешь, идеальная своего рода четверка, кстати, у Шторма проблемы огромные, но у него есть перик, поэтому все под контролем, да, я думаю, что его здесь могут быть все в порядке, так вот, соответственно, бэтрайдер, и вот Тайни, вот на Тайни он тоже очень круто играет, и вот когда Тайни добирался, там действительно был возможен, как ты и говорил, Флекс, но все-таки он играет по итогу нам этики, я абсолютно в этом не удивлен, и я уже сказал свое Фе по этому поводу, что в принципе Тайни смотрится здесь неплохо, на медиа, главное исполнить, но посмотрим, Ларино в принципе показывает себя относительно неплохо, если брать общий уровень игроков второй позиции. Интересный момент, как раз таки бэтрайдер только что сместился под мид, забрал руну, шторма оставили, я так понимаю, как раз таки без руны, в Ботли неприятная ситуация для него, поддушивают, поддушивают, но почему бы и нет, надо, все правильно абсолютно делают, на нижнем коридоре у нас сейчас, ну вот, что у нас, ну ладно, нет, все-таки фласку выпивает, да, спокойно, на этой линии пока, что ШД особо не напрягает имппонентов, но тяжело, тяжело, потому что, если чуть-чуть подставиться, можно погибнуть, уже просто не уйти, слишком много контроля на этой линии, и любая ошибка, да даже, наверное, от Вайда, да, если немножко загулять, можно из Тана не выйти и просто отправиться в таверну. Но ты знаешь, на таком этапе игры, скорее всего, Shadow Demon уже выполняет такую более защитную, что ли, функцию, потому что Марс, ли он действительно или не сильный, ну а здесь я Паша агрессирует в сторону Лоринофа, по ХП друг друга пробили сильно, и это First Blood для Каменного, вот так вот, переигрывать Лоринофа, буквально совсем немножко урона, не хватило шторму, хотел, как бы, да, учитывая свою пассивочку, силу, забрать оппонента, но не получается, это критически важный момент на мидии, да, потому что сейчас тайне выйдет немножечко вперед, в самой малости. И это опасно, это опасно, отпускать иника вперед, потому что в такой игре быстрый какой-то блинг, возможно, конечно, пойдет через саблю, но мне кажется, это какой-то быстрый блинг, и очень быстро начать, да, начать бегать по линиям, для того, чтобы просто поддушивать все и вся, как говорится, и очередное нападение, в такой ситуации, немножко неудачно, можно было здесь цеплять этого шторма, но чуть-чуть не повезло, тени уже шестой, шторм пока еще пятый, возможно, нет, пачки не хватило, в такой ситуации, но сюда стягивается Леончик, хотят законтролить руну, на руну повезло, есть, инвиз, в боттл, и что, попытается выйти, он хочет шестой, да, получить, просто вот с этих крипов, как раз лесных, получит, и потом, соответственно, можно будет попробовать, либо выйти, ну, или просто вернуться на линию, вот, он ждет, когда саппорт отойдет, и сейчас получится шестой, да, как будто бы можно было попытаться, какой-то война поддушить, в теории, там можно это сделать, но пока не хочет, уходит обратно к себе на линию, ну, и качаемся, качаемся, дорогие друзья, никуда не торопимся, спешить, в принципе, никуда, единственное, что руны скоро, мудрость нужно будет забирать, видимо, уже, чтобы трайдер направился туда, а внизу, что, какой-то кипиш, надо, какой-то кипиш небольшой происходит, ой-ой-ой, плохое копье от Сибирлайт, ошибается, он здесь, отличная работа от Оли, и по итогу 23-й, будет жить в этой ситуации, да, тут еще и ты, вегиралась, и то, что у них не получилось забрать оппонента, это, конечно, не самый лучший момент, вот, а из того, что мы можем еще выделить, ну, не знаю, как-то все уэллертайт, но очень хорошо на линии прям, ну, пока что мипа не может тому, там, что-то прям сильно, ну, ладно, все-таки успевает спрятать, шедевр, но опасный был момент, 23, сэвач, и хочет, неужели разворачить, нет, пока нормально, ну, так, пробил, пока живет, опасно играет, конечно, там у Леона огромные проблемы, я смотрю по здоровью, его почти убили, Леон, и у нас, епаж отправились на бот, да, здесь именно находится Фиоликор, попытка от Оли его просто за счет поезонов забрать, есть ли телепорт у Леончика, да, имеется, но и Леончику надо прятаться за деревьями, и как-то телепорт прожимать, возможно, на ХГ подняться, и сразу ТП нажать, да, не хватит урона, совсем немножко не хватило, он уходит параллельно в топе, я, паш, сместился, попытка была напасть на Элдертайт, ну, по всей видимости, но это, как мне кажется, идея сейчас не самая лучшая, поэтому, да, лучше Артизи просто уходить и вот лес фармить, он себя, правда, наметил сразу Аганием, вот такое даже решение, без какого-то диффуза там условного, или еще каких-то статов, ну, ладно, Артуру виднее. Здесь продолжает напрягать Вайда, ну, тяжеловатая линия, хотя, видим, мы по крипам у него, в принципе, все более чем комфортно, ШД ситуацию спасает, весь этот напряг на Вайда, но опасненько, опасненько сейчас стоит, весь Марс уже прячется, в кустах ждет, хочет поймать на ошибки, но нет, 23 Savage так просто не ошибется. Ну, вот как раз 23 Savage может так ошибаться, и знаменит этот игрок, что он иногда может выдать перформанс сверхгениальный, а иногда сверхобратно гениальный, как когда-то вот Энви, если ты помнишь, наверное, тебе ближе такой пример, вот 23 Savage, это нынешний Энви, скажем так, нашего времени, вот, поэтому да, но... пока что не наблюдается, пока все окей. Ну, да, но все равно, видишь, по фарму он проседает, там, артизий максимально правильное решение сделал, он просто ушел в лес на мипы, и качает лес, никому, никто ему не мешает, но параллельно, Elder Titan, если вы посмотрите, должен уже потихонечку выходить в аганим, и вот с аганимом Elder Titan здесь может буквально всю карту уничтожить, пока что еще нет, пока что он покупает себе вот ранние вот эти статы, но дальше по планам я так понимаю, что там будет в кикбай аганим дальше. Ну, хоть хорошее решение для мипа, сразу выйти в аганим, потому что в такой игре, ну, не получится, да, пожонглировать мипанами, где-то, большим количеством взять, потому что в любом случае, один купол, это тут слишком много кнопок на него, а с аганимом нормально, то есть слишком долго его будет пробивать, ну, как вариант, значит, интересно, это неплохо. Владмирс у нас собирается дальше приобретать Cyberlight, а пока что коэффициенты на данную карту, победу на карте, да, 1,98 на Аврора, 1,82 на Шипфаре Беллин, вот в такие коэффициенты я верю побольше, мне кажется, что вот это как раз таки, очень даже неплохо описывать ситуацию данную, так, что мы видим, Марс выходит, это Владмирс, да, 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 я уже говорил, это Владмирс вышку забирает, все верно, действительно, виздом руну забирает Леончик, фиоликор, левел, конечно, не самый лучший, но, что имеем, то имеем, как говорится, грустно, грустно, какой-то грустный Леон в плане уровня, да, у Лайна хочется, чтобы уже был почти шестой к этому моменту, если уже не шестой, чтобы пораньше можно было заряжать палец, да, как раз-таки, ну, пока что, пока что, да, пока что без уровня, и в это время параллельно обратил внимание на вражескую четверку, Кью, левел, шестой уже почти седьмой на бетике, продолжает делать стаки, причем фишка бетика в том, что мало того, что он сам делает хорошо стаки, он еще их сам замечательно фармит, если нужно, да, и потом, соответственно, выходит в блинг, в быстрый, и помогает команде, но в этой игре Кью принимает решение выйти в быстрый пэвис, и, возможно, будет потом солар приобретаться, вот, ну а Ларинов, что, получает здесь фарм, соответственно, со стаков, и вот-вот у него уже сейчас появится блинг, даггер, можно будет активно играть, надворц великолепный. А вот это уже интересно, вот с блинком, ребята могут начать активно играть, понятное дело, что будет, время будет качаться, пока там какая-то суета будет наводиться, но можно иногда подключиться для того, чтобы петокупол поставить, ну, условного на шторма какого-то, забрать его. Мне нравится, мне нравится то, что происходит. Главный вопрос, главный вопрос, смогут ли все-таки навязать эту борьбу, и Shopify смогут ли ответить на такое давление, если оно будет, конечно, но когда ты покупаешь блинг на тени, я думаю, ты хочешь начать какие-то активные действия на карте. Ну, у нас довольно такая, знаешь, пока пассивная игра, но тихая такая, аккуратная, никто не лезет, да, фармим, качаемся потихонечку, вот блинг появляется у тайни, может быть, с этим блинком что-то и случится, еще, кстати, любопытно, что я пажу, он купил себе в этой игре Soul Ring, и дальше поставил в КБ Orchid, Orchid, и вот, как раз тоже, да, это говорит нам о какой-то активной в будущем игре, а тут вообще смол, и сейчас попытка будет нападение, 23-й подставляется, если что, есть арена, пока что на месте держит, и Хорнас Сиро на развороте ставит, еще и дерется, 23 сэвэдж, а там параллельно выход в миди, реализуется блинг от тайни, и вместе с Кью, они забирают шторма, и вместе с Олей, вот так вот. Хороший фраг также выйдет, сейчас на вышку потихоньку ее будут ковырять, учитывая, что Вайда не потеряли, звучит хорошо, да, прямо шикарно для них, в такой ситуации, обратите внимание, еще также, руна ускорения для Тини, все еще лежит в батле, то есть, также, возможность, возможность еще что-то, попытаться какой-то фраг очередной найти, для себя, возможно, снова забрать этого шторма, после, использованного телепорта, максимально неприятной ситуации, все верно, но у нас пока Мипа и Марс огромные, меня больше всего интересует Элдер Тайтон, как там у него дела, я очень переживаю за него, вот, хочу Аганим, да, да, вот он, вот он Аганим, который я так жду, я тебе обещаю, Сергей, вот как только мы Аганим увидим, там такой экшен начнется, лютый просто, тебе понравится, пока, пока у нас такая довольно пассивная стадия фарма, ну, все качаются, Мипа качается, там тоже Мипа с Аганимом, да, а вот, кстати, Мипа с Аганимом, когда они все друг на друга залезают, Титан, все равно заберет со всех, или же только с одного, кстати, вот механически, не помню, как это работает, но по идее нет, когда он собирается в один таргет, то это с одного, соответственно, но ему же надо еще собраться, обычно Мипа бегает все равно, как бы, ну, размноженным, скажем так, да, и собирается в тимфайте, зачем, чтобы когда он терять начинает по здоровью сильно, он собирался и восполнял это здоровье, поэтому, скорее всего, все-таки, Титан будет находить, скажем так, свои объекты, с которых он будет собирать себе дополнительный урон, вот, но если Астрал залетает уже в башню, да, вот этого Мега Мипа, то да, там, скорее всего, только как с одного героя будет считаться, мы посмотрим, посмотрим, что Дэ потихоньку выходит себе, в линзу, в линзу, да, седьмой уже есть, ну, в такой ситуации, конечно, хотелось бы, хотелось бы, шарди, кому на 20-й как-то оформить, слишком хорошим, шарту в этой игре, для ШД, для ШД, но Димоник Линкс приятно, конечно, 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 здесь и, да, вообще все можно снимать, будет приятно, но надо дожить, на 20-й минуте, куда он, куда он денется, доживем, хотя, слушай, 15 минут настолько пассивная игра, просто, вот, ты такого вообще ожидал, 15 минут, всего 3 фрага, и просто все бьют лес, вот, просто бьется лес, вообще никто никого не трогает, ну, как будто бы Шторм, плюс Леон, плюс Сэмка, могли бы какие-то активности на карте предпринять, и вот она активность, между прочим, ставится арена, вроде бы у Китрака большие проблемы, но он пока просто выживает, и Сайберлайт понимает, что лучше отойти, рада его ловит, вся команда уже здесь, Лассо также на него, он будет просто здесь погибать, и вот он Шторм, как будто бы не туда, куда надо, ворвался, его также цепляют здесь, но, есть 2-3 Сэвач, купол от него должен будет погибать здесь, еще и Шторм, шикарная драка для Авроры. Великолепно, великолепно, ну, и вот, пожалуйста, Аврора огрызается, великолепное подключение всей команды, и реализация, опять же, блинка, да, и вот кто играет активнее, тот и делает фраги, но все это время, Артур бьет крипов, аганим уже на мипа есть, дальше выход в диффуз, последовательность немножко другая, ну, и вот вопрос, а вот когда у него это все появится, а смогут ли они нормально сражаться или нет, потому что оппонент набирают, и оппонент чувствует себя очень хорошо? Это вопрос хороший, это главный вопрос этой встречи на самом деле, потому что непонятно, и смогут ли вообще они драки как-то принимать, есть небольшое ощущение, что по драфтам провал у Shopify, потому что, ну, может быть такое, что даже учитывая появление шмоток, драться особо не получится, будет просто накрываться куполом, подожди, они пока еще не дрались по сути ни разу, то есть в этом-то и основная их проблема, они еще ни разу не сделали каких-то совместных действий, попытка какая-то была, да, но опять же все было очень разрознено, они же ни разу по сути нормально с Сибирлайтом, не подрались, не было арены, по сути нормальный, прям такой, да, за который они кого-то убили, если они прожмут кнопки, как минимум в одного героя, они его убьют, фишка просто в том, что слева довольно хороший Team Fight, за счет опять же Вайда, Тайни, Титана, и как бы это надо все учитывать, и готов ли будет Mipa входить в такой fight, да, готов ли Борн, потому что с появлением артефактов, ну, как будто бы для Вайда здесь фриигра, вот я об этом хотел сказать. Соглашусь, соглашусь, с этим вообще не поспоришь, но обратите внимание, Shopify заходит во вражеский лес, качаются сейчас там, поставили себе Vision, и он очень даже неплохой Vision, наверное, с намеком на то, чтобы в дальнейшем как-то-то два вышку подковырять, в принципе, и в Меду, и в нижнем коридоре также можно это сделать, но у Аброра также здесь имеется Vision, они знают, что оппонент находится именно здесь, ничего пока что с этим не предпринимает, потому что, ну, а зачем? Пока что просто качаемся, наверху у нас находится Титан, видят Сайберлайта, но нет, там только один Титан, его забрать здесь не получится, а Марс уже почти с Блинкомом, обратите внимание, и да, приближается, приближается тот момент, когда Shopify захотят драться, да, конечно, 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 Блинк, там диффуз на Мипа, Блинк какой-то тоже будет появляться, а здесь Смог втроем от Аврора, Хроносфера будет через 6 секунд, и Аганим уже появился у Джабса, вот сейчас ждем драку, ой-ой-ой, еще Amplify Damage для Тайни, ты представляешь, насколько Amplify Damage лучше, чем Double Damage для Тайни, у него не только урон с руки увеличивается, но и прокаст, демаж с прокаста, и они собираются в пятером, и они сейчас могут устроить великолепную драку, просто потрясающе, я прямо жду этого момента, ну и хотят кого-то найти, да, в смоках сейчас находятся, об этом вроде как, ничего не подозревают, сейчас Shopify, но должны, должны снимать, нажимается глиф, да, закончится смог, и вроде подходят сюда, вроде бы, а вроде вообще хочется ли, хочется ли капельку, это совершенно никуда, так 23 представляет, получает контроль за приюта, и моментальный минус кристалл Мэйдан, попытка выйти от Марса, но от Лассо, дружись, никуда ты не уйдешь, и вот заряжается уже Титанчика, готов ломать лица, и все просто разбегаются, вышка, я так понимаю, отдается, безответный, минус 2, 7, 0 на 19, по сути минуте, пока драк никаких не намечается, Артизи продолжает качаться, Шторм продолжает качаться, Шторм вообще идет где-то на дне, там по Натворсу, да, у Беттика почти такой же Натворс, и драки нет, драк отсутствует. Ну не входит, не входит Артизи, в эти драки пока что, хотя казалось бы уже можно было бы, но нет, не горит желанием, у Шторма есть, Арчит потихоньку выходит себе, в БКБшку ему что-то еще летит, что-то да, но там, да, как бы, как планов, казалось бы, по шмоткам уже можно было бы, да, попытаться, ты видишь, как им тяжело очень драться, понимаешь, проблема основная в том, что, во-первых, нормальную драку надо начать, а у них не получается это сделать, во-вторых, слева сейв есть, а в-третьих, если кто-то из коров основных, там, мипа или Шторма ловит контроль, он умирает, то есть, там основная проблема в том, что если мипа сейчас покажется в файте, его просто... Я начинаю вспоминать эти матчи, я, кажется, понял о чем ты говорил, ну что ж, дорогие друзья, вы не забывайте, что вы до 25 февраля, то есть до сегодня, можете получить гарантированный фрибет до 10 тысяч рублей, регистрируйтесь на винлайн, или же сходите в приложение, если вы уже с нами, открывайте иконку с номиналом фрибетов, и выигрыш автоматически добавится на ваш баланс, наслаждайтесь игрой, остальное за нами. Да, как, собственно, и Торментер за ребят света, именно Аврора, 8-0 по фрагам, 21 минута, причем, обратите внимание, преимущество маленькое, абсолютно, потому что продолжает Артизия очень много качаться, кстати, в Дисперсер решил выходить, то есть просто набирает статы, чтобы именно пережить входящий урон, который сейчас уже будет очень сильным, Шардик достался Шадоу Демону, как раз то, о чем ты говорил, Демоник Клинк, в принципе, приятно, очень приятно снимать, как ты говорил, есть что там, по-моему, да, там Оркит у Штром Спирита, соответственно, как минимум его можно будет снимать, и контроль Леончика, Титанчик, Элдор Тайтон, какие планы дальше, что будем покупать, а я вот не знаю даже, что он захочет здесь конкретно, потому что опции немало, что именно покупать 1200 золота есть, хотя бы Quick Buy увидеть, пока что Джабс еще, видимо, сам не определился, что он хочет. Ну, пока продолжаем качать, там какой-то контакт, нет, извиняюсь, ошибочка вышла, ну, не торопятся никуда, ни одни, ни другие, опять-таки купола нет, по не самым счастливым стечением обстоятельств, купола нет, поэтому особо двигаться никуда не хочется. Марс уже с блинком, потихоньку выходит БКБ, также, да, а то они уже с БКМ. Это важно, кстати. Возможно, скоро мы увидим какого-то Рошана, как раз таки Аврора сейчас находится, где-то недалеко от него, и уже с Аегисом какую-то активность, возможно проявит. Ленчик у нас, кстати, ардиком, прожимается смок, ага, и нападение планируется, возможно, первый фраг увидим, не хотелось бы накаркать, а здесь будет, а здесь будет, который, хрон опять же, что-то чувствует, да, 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 аккуратно играть с ушей, действительно играет умом, он понимает, что оппонентов не видно, и посмотри, ага, и вот она арена, и поэтому нажимает, да, и поэтому нажимает таймволк, погибает, абсолютно без шансов, но обратите внимание, там Аврора все стянулись на верхний коридор, что-то хотят сделать, понимают, нежели отмена операции, отменят, видели Леона, да, нас меняет, телепорт, контакта здесь не будет, шапифать, что не пойдут. но фальсосвоит скоро ресницы, он будет с хроносферой, поэтому знает, что арена потрачена, как минимум, а значит, можно будет в теории Аврора подраться здесь. И вот вопрос, будет ли какая-то драка за усолного Рошана, ультимативная, кстати говоря, Лар Тайтона была потрачена, так же, как Лассо, то есть, видимо, они там пытались кого-то подцепить, у них не получилось, потому что, иначе я не знаю, но сплошь были потрачены, можно иллюзии на какую-то забайти висели, там не знаю, есть кого-то еще подцепить, пока мы смотрели за убийством Вайда, ну вот, но в целом, как будто рождемоджи нет хорошего, да, именно потасалась брать Таврошана очень быстро, так что просто продолжает пока что команда качаться. Ну, торопиться особо некуда. Тени выходит, это у нас сабля, насколько я понимаю. Да, 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 он у него уже была, насколько я понимаю, потом он, наверное, забрал их и сейбер, чтобы пока башни сживать и снова собрал сапельку, ну, потому что приятно очень, я в этой игре вообще жду от Ларинов увидеть какие-то крытые аганим, чтобы в хроносферу судать бревна при воле. Да, было бы неплохо, под сути, главная проблема в том, что, ну, нечего закидывать в этот самый хроносферу, только один войд. Нет, ну, почему себя играет? Смотришь, ходу демон у тебя оранжевик, который с пылу и туда закидывает, бутрайдер тоже закидывает, ну, так или иначе, чуть-чуть туда тоже может, да, там, с маслицем, так сказать, смазать. Самое главное, это, конечно же, лдтайтон, который под хроносферу браздустую закидывает и стомпит, и потом сам убивает всех под сплошой. Так что там есть в хроносферу более чем дэмэджи, и тайне тоже на самом деле в хроновой напихивать. Как раз тайне бойц от сочетания, которым уже еще интернешнл выигрывались, ты помнишь. Поэтому в целом рабочая тема, как раз французера, есть что да, нет фиксирована прям лимитируем такого урона, прям как это, бам, туда нажали, но так-то, так и есть. Поцепили Леона, тем временем здесь втроем еще идти не подходит, забирает этот фраг для себя, лишние деньги лишними не бывает, правильно понимать. Конечно, конечно, золотые слова. Так, и Рошана сторонить мы, ну, то есть сверху, и можно, кстати говоря, ну, да, на стране ночи, точнее. Можно прямо сейчас пойти его забирать, там сабелька появляется, теперь уже и у Титанчика, а вот сабелька и Титанчика становится еще опаснее. Ну что, хотят ли Shopify что-то делать с этой ситуацией, хотят ли они как-то дают от Рошана, возможно, я думаю, понимание должно быть, что Рошана забирают, но они туда не идут, полностью игнорируются. Любая идея подраться, потому что понимают, что, скорее всего, неудача это все закончится. Ну что, Егис для Вайда? Да. Ну, видимо, да, да, где мы решили Вайду отдать. Есть БКБ. БКБ у него есть, выходит в молнии, обнуты. Пока все по стандарту. Ну и что, будет ли какая-то активность? Делаю телепорт на нижний коридор, здесь у нас китрак, который, возможно, загулял, но мне кажется, знаешь, разведчик, разведчик. Он побежал какой-то информации с обрежен, поставил далеко относительно. Там бардик стоит как раз недалеко от портала парного. Я не знаю, артизи игра какая-то как будто он в кастомку зашел, дот 1, 6, просто бьет крипов все игру, туда, крипы пошел, побил сюда. Ну очень прям сухая игра, очень сухая игра, пытается здесь кью, есть вроде контакт, но подцепить особо не получилось. Давай в теории подумаем, да, ну допустим, шапифай сейчас закупит свои ключевые артефакты и начинается драка. Да, начинается драка, мипа, допустим, собирается в этого одного большого трансформера, врывается шторм, есть марс, вроде все неплохо, но просто или купол ставится, правильно понимаю, или же кого-то цепляют на лассо, то есть вот как от этого, что с этим делать, может какая-то линка, нужно, не знаю, хотя бы это лассо, просто вот, Сереж, нет, я отвечаю, нет, там просто ставится хранц, сфера, будет убивать за этот хранц, как минимум одного львов, а потом вырывается лдртайт, он убивает всю команду сам, все, вот на этом, и как бы, ну, конец игры, это я еще про тайне ничего не сказал, который уже критик купил, я буду, вот, нас, вот, понимаешь, настолько, ну, я не знаю, Аврора должны безумно плохо сыграть, чтобы поиграть вот эту вот карту, я в это просто не верю, ой, а как же много кнопок в этом Леона, нормально, слушай, учитывая, как игра проходит, скажи спасибо, что они нажимаются, хотя бы, очень спасибо, играть, знаешь, почему, потому что, одни не могут драться, именно по этой причине, артизи, фанат Крикова 24 на 7, а другие хотят, но соперники, как бы, ну, не подставляется, и все, что они идут, потихонечку выцепляют, там, по одному герою, пушат вышки, Аврора, в принципе, делается правильно, к ним вопросов нет, что вы хотели сделать, шапифа ревелина в этой игре, не совсем понятно, что потихоньку падает, и два вышка на верхнем коридоре, конечно, ну, все-таки, не рискует, не рискует, опасается, да, того, что где-то какое-то нападение будет, в любом случае, есть фактор того, что на тебя прыгнет, Леон, Марс, софтоверна, но у него аегис есть, поэтому, со второй попытки, под крипами, все-таки, доковыряет эту вышку, но глиф нажимается, а шапифа вообще сюда не двигаются, они говорят, ладно, бейте там, сколько уже, минута, две прошло, ну, минута точно где-то уже, пытаются эту вышку сломать, все это время шапифа и качаются, никуда не выходят, там, цемка вообще вражеский лес, подкачивает потихоньку, потому что, ну, другой возможности нет, потому что, двойка фармит с основными, кор персонажами, естественно, цемка, не лишь позарится, да, на самое такое, конечно, на самое важное, в данный момент, но цемки вообще на этой карте, мне кажется страшно, ты понимаешь, что у тебя, коры ничего не делают, всю игру, просто бьют лес, и ты, тебе надо стоять где-то сзади, потому что, если ты подставляешься, вот, вот, и так просто уходит вражеский лес, не жилет, мотивно, убивает, надо поставить, движен, вот у него здесь стоит уже один вардик, да, пачку спробовать и убежать сразу, потому что сейчас могут поймать, а тут и марс в спине, на самом деле, а там под смоком оппонента находятся, и они ищут какой-то вот, жирный фраг какой-то хочется найти, да, хотя ты знаешь, учитывая опять же пассивность игры, уже любой фраг абсолютно устроит, потому что карте буквально ничего не происходит, стоит отдать дань должную, что, типа, шипифай хотя бы как-то сплитит пытаются, да, там распределяется по карте, может быть, они в конечном итоге победят, то, что артизийный творств великолепный, и я скажу, да, я был неправ, шипифай милин молодцы, но честно, язык пока не поворачивается, так сказать, единственное, только от Аврора не хватает более, знаешь, уверенных действий, то есть вроде казалось бы, у них все под контролем, но они как-то медленно все делают, но они делают, то есть вопрос оброте активность, вот и активность, нашли марса, он нажимает бкбшку, очень много урона здесь, ой, какая хорошая копьё, но надо уйти, надо уйти, успеет ли нажать, фрагов сегодня не будет, или же будет, потому что видят сейчас, тоже нет, полная отмена, вообще нет. Полная отмена, полная назад, да, и кстати говоря, я здесь тоже подходит, как он в артизе, продолжает кричаться, в артизе, подождите, в артизе там что-то еще появилось, по-моему, из новых артефактов, вот, если посмотреть на его бай, если посмотреть его артефакты, на мипа, там что-то еще должно было появиться, новое, там у него, вот что-то, что-то ему, ага, вот, их blink вот только что им прилетел и обрати внимание все вот это прямо сейчас означает бакенбар у него киба это что вот сейчас бкб и все он готов идти драться наконец-то сколько артизи времени потребовалось ну давай еще кавашку накинем 35 правильно на думать побыстрее должен бкб дофармить хотя учитывая то что аврора находится на вражеской двойки но они прям активно пытаются найти оппонентов они бегают по всей карте может быть здесь мы подеремся может быть здесь мы кого-то найдем и сможем сделать какой-то фраг этим временем на коэффициент от наших друзей партнеров в inline 128 на аврору в принципе понятно да почему и 320 на шапе фай тоже в принципе вопросов вопросов не вызывает ну да аврора хочется как немножко под подогнать да немножко ну типа ребят давать и товара там оппонент с вами не берет согласен там если что у тайне уже канда появляется то есть там прокаст очень много урона и обрати внимание никакого аганима пока что половина по просто хребет стоун 2 хайпер стоуна выход в муж от просто для атак спида соответственно два начинает тихонечку на боте падать не на самом деле в какой-то степени какой-то степени шедевральная игра вот и обрати внимание как они это делают как шапе фай они просто по всей карте от них уходят вот они не дают никакого контакта они доджат абсолютно все что можно за дочь знаешь как вот был трусайт steam spirit не знаю смотрел не смотрел помнишь не помнишь и там была такая фраза еще пафосная немножечко как будто неуместная от тренера коллектива и рата сайлента да что не сантимент на карте типа не отдадим оппоненту вот это вот они говорили и здесь знаешь обратная ситуация шкарь билен не сантиметра на карте не защищают они просто убегают при любого раза вот смотри у них получается пока что выглядит именно так и это даже удивляет то есть они так четко читают передвижение оппонентов опять таки конечно и варды неплохие местами стояли но в любом случае в любом случае читка врагов вроде бы неплохая другой вопрос нужно ну как-то возможно использовать для того чтобы хорошо подраться выиграть драку что-то сломать было бы неплохо но пока что тактика другая пока что качаемся по максимуму и рано или поздно драться придется но увидим одну единственную драку да видимо который просто вору выграют и закончить игру я правильно понимаю это же это же классическая классический сценарий аниме понимаешь где главный герой тренируется почти весь сезон и в последней серии до начинается экшеновая драка не сильно проигрывает правильно понимаю по сценарию нет но как она будет здесь мы скоро узнаем джем у нас таки драка показывают что касается файса свой да там в планах по моему было и линкенсферы искать не что-то такое там статами захотел 25 обзавестись линкенсфера уже есть да дальше планируется выход скади окей окей не по как делал мига бкб есть уже уми паря интересного тоже посмотреть шарли кистет нам показывать и танчика да там соответственно все в планах остальное боковой почти что есть да остается буквально совсем чуть-чуть и артизи будет готов подраться ура наконец-то дарошана до следующего между тем чуть меньше трех минут вообще не факт можно еще еще что-нибудь купить скади какой-нибудь я не знаю что там еще из интересного можно нами покупить то есть но еще есть вас бы это еще не потолок понимаешь же есть возможность покачаться хотя слушай смотри нажимать маки нажимают маки и даже куда-то идут хотят кого-то найти на оппоненты в это время находится на нижнем коридоре возможно сами сейчас зайдут они в портал и или же нет на рошана еще далековато они сами летят так а вот это может есть алипорт и на есть контакты вот он леончик туда же также палец и штору сюда тоже залетает зачем-то прилетает сюда шеде также пролец наверно очень быстро так два легких фрага для шапифай есть купол между прочим по всем героям на развороте будут пытаться как-то драться очень много урона залетает по марсу нужно его добить и лассо также здесь и вот он тени и ну забрать только только леона да 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 но и на самом деле отпускать нельзя здесь должны шапифа реберен казалось бы нападать бака башки потрачены у нас дисконект ставится пауза ли он после байбека здесь моментик вопросительный к аврора почему они решили именно вот так отправить элдер тайтона неужели они не ожидали что оппонент там будет по моему как раз логично что оппонент будет там и ну видимо надежда была на то что титанщика не убьют и обрати внимание до shadow demon пожертвовал собой полетел вроде как дизрабшином подсейвил но очевидно что после дизрабшина все равно этого титана забрали поэтому элдер тайтон ничего в файте буквально не сделал и этот момент безусловно хороший для шапифа реберен вопрос только в том продолжится ли сейчас драка и как будто бы она может продолжиться относительно по крайней мере дайр потому что они так много потратили но присутствует байбек соответственно тройки джабс на эдвард на эдвард тайтоне и может быть как раз таки из-за этого шапифа реберен подраться сейчас не захотят но этому увидим буквально совсем скоро там бкб на что мне заканчивается нет все подрались хватит достаточно это была демо версия ребят демо версия драки полноценный хотя вроде и купол было все было но пока что на пол шишки подрались еще немножко покачаемся хотя его понятно в купола же нет правильно да нет арены конечно но в целом но есть элдер тайна была слабая к ну короче сейчас по зарез нужен рошан рейден как мы понимаем прекрасно шапифа реберен не хотят отдавать рошана и они будут готовы подраться скоро потому что арена будет через 37 секунд также как и остальные ультимативные которые в кулдауне ну и мипа готов сражаться на самом деле смоки нажимаются ну и хотят хотят они понимают прекрасно что ну шанта нет где рошана нет но драться все равно хочется и ли он снова погибать что вообще происходит здесь привязали по большие проблему у соберла это пока что выходит из этой драки здесь мипа которого очень мало как его здесь можно забрать достаточно быстро он хочет отсюда уйти а пока еще живет нужно хоть что-то ему помочь нет он погибает в ситуации что он также погиб и шапифай неудачная драка зачем было сюда влазить только что произошло то чего я так долго ждал взрыв пятой точки персонажей шапифа реберен потому что просто пришел дартой там заряженный и надавал тумаков там таких покажите нам файтрек а вот вы увидите демош который был вот элдер тайтан 6 500 урона да не падь нанес много безусловно но обратите внимание кстати странно я удивлен что мипа так нет скорее всего это какой-то баг я чуть не верю что мипа настолько много урон нанес но вот элдер тайтан нанес просто 6 500 это но и это только начало что же очередной рошан для войда дичьё сыр остался нужно кому-то ну а почему бы и нет титану да то есть так его здесь достаточно сложно будет убить но сыром считаю что вторая жизнь будет еще сложнее и вот вопросики шапифай все-таки появляются сейчас драку выиграть особо не получилось учитывая что оппонент был уже без хроносферы она понимаем да 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 хроносфер а теперь еще тут теперь еще иегис хрона есть есть сыр у титана и ну и как теперь это выигрывать непонятно действительно непонятно и у нас таяние по итогу собрал полцовая мышцы руки и сейчас он запрыгивает он там реально любого героя уничтожается про каста потому что канда как раз дает возможность вот этого усиленного урона из про каста из руки и соответственно дополнительно там крит и залетают урона очень много элдер тайтан много урона вносит очень и тайне вносит очень много урона и войд уже на самом деле в кондициях когда он любого героя может убивать буквально ну понятно окей мип он не убьет но вот остальные герои будут от него очень сильно страдать появляется кераса на марсе но как будто бы сейчас не панацея и у нас пытается дофармить из маня да 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 обратите внимание тени забрал в ботал дэшку при файдом и усиление урона до прошу прощения и там очень бывшие д д д д д и вот очередная возможность как же не то чтобы везет не везет ведь да я миша ли договоришься ну ты знаешь скорее тут даже не делание везения просто в том что он контролирует почти все руны на карте я бы так сказал вот но да действительно с этой руной там урона мама не горюй там даже не поможем на самом деле очень быстро забрать так ну что находится во вражеской двойки как будто есть возможность подраться но очень разрозненно находится сейчас аврора как бы это не было ошибкой потому что тени возможно идет сейчас в один конец и да вроде бы его ловит арена по сути в никуда бы к башка потому что нажимает ролари но и надо бы отсюда уйти но не уходит не боится ничего у меня кстати вопрос к шалу демону можно нам показать его на секундочку буквально у него вот вот сейчас он наконец-то выброс мининджагир он вот так вот бегал с философским камнем и с двумя нейтралками 3 4 уровня минуту 2 может быть даже сейчас на выбрал нинджагир окей окей все вопросов больше нет откровенно говоря я бы лучше все-таки бегал дальше с философским камнем потому что тебе аганим нужнее сашиними тоже дает свои преимущества смачок заходит убегать да не то чтобы его прямо хотя учитывая прошлые драки да там обрывает его очень быстро конечно но пока ничего не происходит ты можешь спокойно мерить камнем то есть как только только драка там какая-то намечается то почему бы не да можно переложить а пока тишина можно спокойно бегать с ним между прочим нападение на т3 вышку которая падает просто в один момент ну конечно это параги тоже это тайне с мундшардом и с амплифай демоджем там от строение куски отрываются дэшка правда заканчивается но это не помешает забрать как минимум сторону идут так также на вторую надо что-то предпринимать команде шапифай потому что иначе базов то просто упадет а что ты им сделаешь они в другом городе как говорится да ну а реально действительно вот как здесь да и там аегис он и без амплифай посмотри как ломает быстро да ну все в последнюю сторону можно идти забирать вообще без проблем да я не знаю чего хотят от этой игры шапифа рибели на ней вот словно их нет на карте честное слово шин там сбили линку войду я думаю будет нападение но не что он просто добивает крипов что выход на третью сторону нужно смоки смоки нажимать шапифа и по всему хотят как-то подраться и вот он марс привозил его героев неплохо но где урон то взять непонятно потому что просто бкбшки нажимаются то забрали шеду демона марса большие проблемы вот он купол от да по шторму по шторму нужно его добить не получается его добить его просто отказался от этой идеи марса забрали и вот он мипа здравствуйте есть первый минус по войду только и здесь а сейчас титанчик ворвется посмотри посмотри титан столом титан рывается и пошел на 1 сайт работает нейтралочка с туда этому шторма ими поля этого тоже сюда под шаду демоном проблему собирает после байдока титан продолжает нарезать съедается и полки уже кью себе забирает абсолютно в стола еще один фраг от титана и просто рассыпается крик тюшки фарикелин как же хороший удар тайтанного спик в этой игре джи джи прописываешь паре беля и сдаются артизи даже левает первым с карты 42 минуты вот такая игра и возникает вопрос вот этот весь фарм во имя чего мистер андерсон почему вы встаете почему вы поднимаетесь можно же гораздо раньше понять что в игре ничего не происходит издаться но стоит отдать дань должен опять же дашь фаре беля играли до конца за этим спасибо но результат был очевиден что ли уже в какой-то период игры но там показывают да ребята аврора вот он герой каменный наш да с этой игры вот он джабс красавцы откровенно говоря изначально все-таки были вопросы судя по всему по нравту вот он артизи который немножко видимо расстроен понимать прекрасно что ну явно не тот результат которого они хотели от этой игры на не тот результат от мипа которого взяли хотели явно более удачной игры но что ж поделать то есть из мипа был полностью мимо так закрыт он слишком сложная игра для этого героя но видишь команды как бы все понимают то есть они в случае чего готовы это не знаешь как они там появился мипа господи что делать как за как как против него играть непонятно нет команды готовы все прекрасно понимают как персонаж работает и я хочу отметить я бы не сказал что мипа это герой на котором артизи прям хорош ну тут даже трудно оценку какую-то дать во первых потому что мипа был на драфте закрыта во вторых потому что его в игре это почти не было с игру был крипов поэтому сказать что вот артизи плохо сыграл нами по я не могу здесь скорее реально вопрос драфту драфт был не был рабочим вот абсолютно посмотрите вот нам показывают да золото в минуту огромное количество фарма только этот мипа не делал в игре абсолютно ничего урон построением 413 урон по героям там пару замесов было вон почти десятка еле-еле ну и как какой импакт импакта нет абсолютно хотели все оставить на одну главную драку они получили ничего второй сезон впереди как ты говорил аниме вот это вода главный герой там занимается качается такой да я всех победил второй сезон впереди ребят ничего страшного вонгой это классический сценарий это классический сценарий между прочим потому что во втором сезоне ребята должны нужно быть восхождение правильно главного героя а это значит что возможно 11 по картам все-таки увидим но сейчас артизи побреется сходят перерывы полосеет и у нас one punch он выйдет там поехали обретет силу так сказать со словами на что один обрез сотни отжиманий сотни приседаний километровые пробежкой никакого кондиционера и поехали да 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 все это мы знаем ладно что в ними ними по который всю игру не понравился да тебе мифа ну честно говоря вообще интересно смотреть за мифа как правило но никогда он фармит 40 минут по сути на и на экране то не появляется особо он появился только под конец когда собственно погиб ну и все ну да такая получилась игра он кит рак на цемочке 033 ну как бы по присутствовал на карте причем ты знаешь что ты ведь вот реально буквально шпифа ребелиан они категорически отказывались принимать какие-либо файты они сплитили фармили сплитили фармили и знаешь что грустно вот с одной стороны да сметить фармить когда вы не можете драться когда вы проигрываете драки логично и как бы здесь вопросов нет но возникает другой вопрос тогда зачем такой драфт если вы не можете принимать эти драки вот в чем суть как бы и этот фарм по сути в никуда потому что как я и сказал врывается просто элдер тайтан и начинает уничтожать пятой точке всем подряд просто каждому навешивать ему еще и выпадает нейтралка которая сайленсит да и все там майнбрейкер которые вот это вот там по моему кстати две у них было у тайне по моему тоже такая была и все они с тайне просто уничтожают ну а как против этого драться я говорю я не знаю я даже не мог себе представить даже теории идеального замеса который шпифа ребелиан могли выиграть на этой карте нет наверное он был моменте знаешь минут на не знаю может быть 20 где-то вот 25 может быть он в этом моменте был упустили эту возможность даже не стали пытаться только ждать третью вторую карту да да друзья действительно давайте тогда мы отправляемся на перерыв небольшой перерывчик команда отдохнут и ворвемся уже на драфты второй карты данные быстро 2 серии аврора шпифа ревелин далеко не уходить ну что ж дамы и господа мы снова в эфире по-прежнему у микрофона клауд фокса и роботи и продолжаем смотреть доту соответственно на нашем канале best of 2 серии между такими замечательными командами как аврора и шпифа ревелин и мы ждем драфтов на второй карте так сергей какие у нас есть предположения чего мы ждем что мы хотим увидеть от 2 карты какие драфты каких возможных героев и вообще кто по вашему победит как вы видите наше ближайшее будущее ну что же ожидаем на второй карте что ребята все таки каким-то чудесным образом додумаются что нужно больше активности что стратегия просто фармить и ничего не делать не работает хотя может быть как говорится одна карта не показатель можно попробовать конечно и на второй но будем надеяться что мы увидим более активную доту и возможно шпифа сейчас сами какие-то выводы сделают подумают так ну его нафиг мы сейчас возьмем что-то поактивнее на и там не знаю фурион и лондруиды вот это вот все и просто идем ломать сами теника также забрать да и пойти просто пушить за 15 минут возможно возможно будет ли так на самом деле сомневаюсь но насчет по поводу тайне там брать до активно играть с ним это надо еще чтобы скажем так в драфт подходил герой действительно смотрелся так но то они сейчас герои довольно таки популярный да чаще таки мы увидим на позиции суппорта на 4 но вот что касается того что нам предстоит увидеть не знаю мне кажется дело даже не в том что команда не понимает да что надо играть активно и вообще как стоит играть мне кажется дело просто в том что вот они на драфте когда пикали до соответственно они просто пришли к тому что вот у нас такая ситуация и осознали что все грустно и решение фармить было принято уже постфактум то есть уже после того как у меня они увидели эту закрывашку вида на хотя опять же можно было догадаться что он появится может такие блин точно это желтой там который идеально опять же напомню зашел в драфт не знаю странно это выглядит вот учитывая что там еще и пикает помогает бульба ушки фаре белин вот да я думаю что они просто пикнули и такие осознали да у нас вот получается вот так ну что что поделать ну фармим драться мы не можем потому что на линиях там не получилось и не должно было в теории получаться что-то аврора просто молодцы очень классно сыграли как бы реализовали своих героев надо просто что-то надежнее да самое интересное то что мипа на последний пик отправился ну мипа потом закрыл а потом закрыли титаном но я бы не сказал что тут окей хорошо не будь здесь титана думаешь игра была бы не такой же вполне возможно потому что элдер тайт очень много сделал и на или не очень хорошо отстоял и потом по игре тут я не спорю да но все равно мне кажется там более чем достаточно закрывашек и достаточно тяжелый матч выглядит для мипана но окей не получилось не фартанула первая разминочная как говорится да конечно точно первым и особо внимания не обращаем хотя ну как не обращать когда уже 10 но тем не менее менее на этой карте нужно что-то придумать и с драфтами как-то немножко выровняться до чтобы комфортно все-таки играть была возможность я думаю ребята этим с этим справиться сейчас они должны нормально драфтить и 11 мы должны увидеть в принципе как мы и говорили самого начала как я говорил в принципе что ребят у меня к сожалению или к счастью для кого как но простых матча не бывает ну такой своеобразный до получился матч на самом деле давно не видел такого честно скажу даже в соревновательной доте чтобы настолько пассивно именно в плане вот как правильно сказать но пассив был определен для что-то что так мало фрагов причем вот в одну калитку там прям 80 я давно такого не видел при том что там нас по моему 110 был на был счет на 35 минуте что такое по моему было я давно не помню на моей памяти до чтобы такие матчи были реально очень сухой да очень сухой матч и в итоге действительно все свелось по сути к одной драке ну к двум окей там пару драк было то что был до этого это были не драки это было просто ну избиение буквально героев находили ловили цепляли все там карта была полностью под контролем авроры но не полностью но большую часть скажем так они все равно что и давили забирали объект забирали рошана с айгисом шли и по сути могли выигрывать любую драку забрать вышки все просто мне вот интересно каким герои сейчас в пули наверное у артизи то есть окей мы увидели мипа но я не уверен что это его какой-то сигнатурный персонаж на котором он может оформлять но тем не менее да мипа мы увидели как думаешь какие еще герои ну может быть у тебя более подробная информация есть да какие герои вообще предпочитают артизи артизи да чтобы сейчас примерно понимать до чего нам ожидать я думаю что у артизи то пул не сильно поменялся то есть он играет на всем металому точно также может спокойно сыграть на войде если очень захочет может сыграть на морфлинге если вспомнить метовых героев это луна какая-то да условно то есть он играет на всем этом просто в этой игре вот они приняли решение сми по как нам показывает в итоге от иди он еще и нами поможет сыграть просто не знают типа не лучшим он может на том же тролле сыграть которого мы сегодня видели да с тобой и то есть ты будешь причитать героев дом на же антимейджа тоже игра он играет у него опыт огромные колоссальные он на иллюзионистах тоже играет на всем этом играет артизия проблема выбрать героев да там нет проблемы проблемы в исполнении проблема в том что происходит на карте проблема в стратегии как будто бы ее не хватает вот действительно в драфте ну либо просто ну вот здесь конкретно не пошло сейчас может быть они нас наоборот хорошей страны нет покажут понимают все видят все контролируют и никаких проблем абсолютно нет так что здесь я говорю вопрос вот у меня сегодня по большей степени вопросы даже не по драфту хотя ладно на этой карте все-таки больше по драфту а именно к исполнению даже потому что исполнение как будто бы хромает пока что я понимаю первые игры все дела я хочу пока мы ожидаем соответственно начала второй карты драфтов нашим дорогим зрителям напомнить о том что во время дремлиг 22 иной проводит розыгрыш в котором вы можете принять соответственно участие и выиграть крутые призы для участия в розыгрыше вам необходимо сделать боль для трех на матче дремлиги этой самой который мы смотрим подписаться на канал в инлайн и спортс если вы не подписаны и оставить свой венлайн иди в комментариях под постом в самом розыгрыше да опубликован стеграм-канале венлайн и спортс наслаждайтесь игрой остальное за венлайн абсолютно верно не забываем про халяву дорогие друзья потому что халявы много не бывает что же ожидаем драфты ожидаем драфты когда все-таки они появятся вот вам пожалуйста магическим образом надо было раньше это сказать ну что же видим мы классика классика больше по суппортам хоть прошлись аврора убрали венгу убрали мира ну окей чем тимбер дк и битрайдер тоже плюс-минус классика на данный момент то есть больше так по тройкам прожились да ну хорошо главный вопрос чем же все-таки будут открываться то есть интересно это все-таки начнут знаешь более стандартно как когда-то было да просто суппортов или же сразу начнут открывать кто у нас остался из такого металла что еще не убрали дк у нас нет doom шеде тоже убрали шеде убрали это разор разор хорошо интересное начало уже не то что прям то есть разор на fp ты не часто увидишь на самом деле ну почему сейчас вполне не плохой герой вот опять же я бы сказал в предыдущем противостоянии я бы не удивился увидеть рейзера но его банят против элконс постоянно потому что это их супер сигна и у них рейзер флексится чуть ли сразу не на три линии вообще по корам но вот поэтому рейзер это в целом нормально также мы видим появляется марс да пока что думал все еще остается в пуля какой-то в теории из популярных героев также магнус если мы берем уминов лайнеров да много героев на самом деле но рейзер да я я бы не сказал что вот я бы ждал рейзер на фп честно скажу да потому что я за авроры не так много наблюдал плюс может быть здесь есть идея того что они как бы отчасти еще и забирают героев оппонентов до из драфта но не банят ногу на которой красотизе любитель поиграть это один из его любимых персонажей на корпозицию вот марс да ничего удивительного это вторая карта будет у нас получается вот соберла это на марсе посмотрим ну что же ждем ждем кого ребята возьмут возможно увидим что-то как раз таки более такое ну я надеюсь что мы видим что-то более классическое мипо я думаю в этой игре уже точно не будет особенно после прошлого скажем так неудачного опыта кто у нас и суппортов остался таких активных ну и чайничать здесь по-моему не то что прям круто хотя в принципе может заехать есть у нас то еще феечка осталось опа не посмотри забанили до весна решами решили брать все так а по поводу сапов ну кто у нас у нас ли он до сих пор в пуль остается рубик до сих пор остается да много саппортов на самом деле всех не перебанишь так ты работает но вот может быть феникс какой-то вспомнит под марса не знаю как вариант может быть почему и почему бы и нет на самом-то деле герой не слаб вариантов много пока подбанили героев двух как вариант почему бы нет и чай все-таки открываются интересное решение он сейчас не самый лучший менред насколько мне известно и честно говоря ну да скажу все таки что сам недавно играл и вот чего-то не хватает персонажу да то есть понятное дело здесь другой уровень здесь немножко по-другому все исчисляется но важно к этой нче добрать какого-то серьезного персонажа чтобы не было чтобы не было слишком слабовато посмотрим чем ответят сейчас аврора сейчас м кай в принципе неплохо стандартно возможно даже это наверное мы видим сейчас полноценную линию если это разор троечка троечку же берут разора могут по флексе до поставить на разные линии в принципе может пойти куда угодно как пор имеется виду и в легкую сложную иномид спокойно так ну что же можно уже открывать что-то интересное но 2 сапада скорее всего буду набирать там уже а там уже принципе посмотрим тушку тут хорошее решение мне нравится интерес какой ситуации подсоявить можно да допустим вот и того же марса это прям классно смотрится плюс да со всеми героями здесь пока что сочетается с тем же разором там тоже круто особенно на линии если они будут стоять пока интересно мне нравится так окей не знаю кстати вот но не тост неплохо татас неплохо сочетание с рейзером с тех же плюс счетом будут герои появляться по поводу соответственно шпифаре белин кого он дальше там добирать знаю на самом деле тут трендов опять же много до пинча может быть 45 но скорее всего пятерка вот ума с марсом сочетании посмотрим потому что вид в арку кстати набрали на только хотел сказать про варку что тоже практикуют ребята этого персонажа сейчас он тоже не так плохо но это варка куда да то есть варка в мид скорее всего хотя тоже на флексе более чем мы ручка дам ручка но варка кстати тоже от слова если марс у нас очевидно что пойдет в сложную вверх соответственно чаще она смотрится как либо керри либо мид ну может быть цепи но вряд ли да и мы видим ли ончик появляется на 4 скорее всего в очередной раз поэтому это скорее марс ли он и ча будет 5 а у варка будет либо соответственно керри для артизи либо мид то есть может и туда и туда пойти причем она смотрится довольно таки неплохо что там что-то так что нормальный пик ну и пока кстати набирают хороший персонаж да да хорош здесь он тоже неплохо смотрится другой вопрос если это противостояние пак против эрки в миду кто здесь поинтереснее смотрится наверное все таки пак хотя вот я не знаю честно говоря кто здесь посильнее смотрится особенно сейчас то есть у пока больше как-то потенциал до побегать по линиям поделать враги какие-то на старте помочь тиммейтам в рк же в принципе есть такая возможность но она больше любит именно на линии своей подоминировать вышку сломать уже после этого как-то начинать активности по карте нам ну и баня стэм пашки соответственно потому что это контр пик паку в мид там там парка выносит просто этого пока но и плюс я паш играет там парочки скажем так посмотрим чем будто отвечать шпифа реберен такой прям снизу вырисовывается цветной пик такой синий светло-синий таких тонах пока все в одном примерно скажем как в одной цветовой гамме а сверху у нас такой цветной зеленый красный что такое тоже тоже забавно такие моменты подмечать драфт кардинально отмечаются отличаются вернее вот ну и чего чего у нас получается в рк флексиса как я сказал при этом уж файберен вас пик поэтому они полностью контролируют ситуацию вот учитывая что в теории конечно рейзер тоже может флексис но в этом смысла нет я думаю что все-таки рейзер будет в этой ситуации тройкой так что я думаю что можно не надо подумать что у нас там дальше будет банится еще вот у нас пока лондруида показывают забанили да и надо еще какого-то героя убрать я просто не знаю конкретно почему банится лд конкретно да но опять же посмотрим я я думаю что шпифа реберен будут исходить от того что возьмут соответственно аврора вот и когда соответственно увидят они там от аврора героя какого-то они доберут себе персонажа там я говорю спокойно в этой игре может быть в рк керри то есть тебе нормально против фрейдера стоит может сокращать как раз и дистанцию 3 не сокращать и разрывает нам дистанцию с этим рейзером до чтобы статик не высасывал дэмэдж или не в целом получается ну такая вполне себе неплохо да ну лд забанили потому что аврора практикуют практикуют этого персонажа да и как-то опять сказал если в рк все таки отправить на кэри персонажа то он да было прикольно набрать есть и свой на кстати тоже убирают тоже убирают так ну допустим допустим почему бы не надо здесь тоже неплохо он принципе подходил хотя знаешь мне на самом деле ощущение что брать свена в такой пик учитывая что там и нча в принципе есть ли он чик на старте его прям можно поднапрячь вместе с в рк но в целом до целом вполне себе вполне себе отправляется в бан снайпер снайпер здесь не будут и берут сразу же все-таки вайда классика стандарт здесь принципе в купол есть что накинуть неплохо смотрится ну и в целом стабильный персонаж линию свою он должен неплохо постоять против марса против нчи или же то у нас марс леон да скорее все будет смаз против леона смысле не вместе вместе она не поняли да собственно фейс освоит и вот он антимейдж на вас пик вот так вот серчевая ручка у нас мид пойдет артизи будет играть на керенть маги но в этой ситуации антимейдж как бы неплохой лайнер против линии а что может опять же дать станцию разрывать собственно и чувствовать себя более-менем как самом-то деле опять же если не учитывать хроносферу и дрикой то в принципе то антимейдж неплохо тут смотрится но поэтому даже не знаю как это прокомментировать вот могут ли выгод здесь фаре билен да ну чё-то как-то особенно после первых карт в аврору все равно больше верится я так скажу опять же фейс освоит я вижу на стороне аврора этого персонажа поэтому я как будто бы не но хочу подтопить за них вот то есть ты все-таки за аврору правильно понимаю ну да наверное больше да за аврору мне как-то не очень нравится то что у ребят шпифарь берин я в данном случае тоже сложно на самом деле ответить за кого конкретно в целом хочется все также подтопить за артизи классической для него антимаг ну так вперед можно до классических забить до него антимаг другой вопрос что антимаг с одной стороны да у неплохо стоит линию против разора тоже интересного может дистанцию как ты уже сказал разрывать но разрывать дистанцию это не значит что хорошо линию стоять и все равно в целом могут быть проблемы у этого антимаг исключать нельзя да поэтому в такой случае в таком случае в целом да у авроры интереснее выглядит по пику но душой все равно хочется поболеть немножко за шпифай надеюсь что все таки 11 они эту карту закроют и но эту встречу закроют и уже дальше пойдут по другим оппонентам там уже будет видно что же давайте смотреть а вот и смоки вот смоки возможно это та самая карта где мы увидим активная знаешь активная игра именно на старте попытка сделать фб и как удачно здесь отходит на самом деле по позиционке шапифай не подставляются на и все бегают с персонально антимаги смотрю как тут всем нравится с этим с еще но я и сам наверное также тихо в плане косметики надо к целом что можем еще отметить плане косметики у нас все у кого есть арканы в целом да у нас пока что коэффициенты победно арте на данной до 165 на шкаре бельны 2 и 2 на аврора все равно вера как больше по-прежнему вот по поводу аркану нас смотрю нас все с арканами кто только может значит да в эрка с арканы получается рейзер с арканой см к с арканы вот с арканами вот все у кого есть и с арканы модные получается могут себе позволить конечно не что же давай смотреть на противостояние у нас в миду будет пакевич ларинов против в эрке ну вот такое интересное противостояние как я уже говорил что в теории потенциала упака наверное по игре чуть побольше именно на старте в первой половине игры но если все-таки каким-то образом на в эрке можно сможет линию засолить задушить то тогда расклад конечно совершенно другой это будет пак который на всю игру ну плана пол игры будет пытаться как-то камбекаться бегать по лесам значит этот пак как у которого нет нет ворса и у него нет урона то есть они можно карте ничего ничего сделать то есть важный момент такого не допустить чтобы этого не допустить есть принципе туск который может подтянуться на мид против в эрке неплохо работает также и цемка неплохо смотрится да там где-то подцепить на колбу вендра не чтобы не отпустить оппонента но в целом пока что смотрим покрыть стату все ровненько в бойте у нас уже просил jobs но пока качается линия спушилась в сторону авроры более-менее комфортно на самом деле с другой стороны вот я так смотрю на этого антимейджа да вот я сказала вера не так много в артизе зато при этом линия вроде как неплохая то здесь на самом-то деле антимейдж при сынча должны стоять нормально таской рейзера вот сейчас как раз на аптисе нападение но тут же галли здесь его не пробьют в миде пак в эрка ну в этом противостоянии в ручка очевидно сильнее чем пак при этом стоит отдать дань ларинов он хорошо начало стоял здесь 1 пачка до 1 1 пачки не очень важны так как у пока дэмоджи маловато вы как раз умерки наоборот очень много верка это вообще универсал в целом ларинов держится молодцом на этой линии ну а в топе получается у нас стоит вот при поддержке цемки против марса и леоном снова кстати у нас получается эта пара дал настолько спорт отличается на линии сколько помню там из цемки наш роду демон был но ты здесь принципе ну ситуация такая что у собирает ли не должна быть хорошая здесь ли он хоть и может погибнуть как же много урона по нему залетает это фб между прочим для 23 сэвэджа но вот так вот хотя казалось бы марса сам этого файда закинула чуть поближе к себе да к своей вышке ноут ли она получилась здесь подцепить а у нас раскопали рубрикат дота двору перед стартом дремлиги 22 сезона 23 свыше сыграл больше пабликов чем любой другой участник турнира за последние восемь дней керри аврора удалось провести 64 игры в матчмейкинге с винрейтом 51 процент минутки минутка познавательной информации ну не пока на бывает неплохо да и больно больно хороший павшот светает до душа душит ларинов а но еще раз отмечу пак хорошо держится там тычку если сравнить до урки 80 упака там 60 с чем-то гораздо проще добивать крипов в этом плане 65 пока да так что все неплохо он делает на линии на мне кажется мы по хп шкам до эффективным пока поменьше будет он такой тоненький прям совсем армора мало тоже поэтому . в эрки прям залетает очень очень ощутимо болезненно вот так я скажу и кстати обратим внимание в мид как раз таки подтягивается теперь уже ли он хотели законтролить руну не получилось все-таки пак свое отжал и на этой линии пока что живет хотя сложно сложно видим мы в эрка потихоньку начинает врываться вперед между прочим по крипам что в принципе неудивительно но нужно с этим потихоньку что-то придумывать на ли посмотрим как принципе будет этим их себя показывать на этой карте опять же понятное дело что это герой которому как раз таки фарм нужен дам как случае с миппо вот миппо в этом плане правда фармит побыстрее потом может давить эти а вот сантимеджем и строй немножечко другая ему на реально надо как вот сплите там найти время вообще агрессировать на линии хочется безусловно я уже говорю о том что найти мидж ты не хочешь просто пассивно линии стоять ты хочешь делать какие-то агрессивные выпады соответственно да и как ну храсть оппонента опушивать его по возможности в принципе принципе на этой карте это можно делать им пока что видим что в принципе линии а уж фарри берин очень плохо проходят у них действительно все хорошо на линиях да пока что более-менее ровная игра но это до момента пока кто-то из суппортов не перетянется что первая попытка хотя бы куда-то стянуться и там уже перевес может быть совершенно другой по силам страдает здесь конечно ли он чик отпевается фласка и тяжелая тяжелая линия здесь для него поддушивают пока что левела не хватает чтобы самим как-то навязывать здесь какую-то активность хотя вот сейчас смотрится м к может быть слишком далеко зашла есть там должно продлеваться копье ну и цемка отсюда скорее всего не уходит хотя стики нажимается нет нет слишком много урона цемка в таверне на развороте будет 23 сынович просто по лиону наваливать не боится вообще ничего но там скоро откатиться уже станчик поэтому приходится отходить большие проблемы у пока да ладно это соло фраг соло фраг для и пажа он просто забрал этого ларинов а никто не помог никто не дал в ней телепорта неприятная ситуация но потому что в целом линии сейчас прочитает у аврора да и поэтому никто не мог помочь но а соло фраг в принципе но и неудивительно как я говорил в р к линию это доминирует так что там это нормально так ну что видим мы что в р к уже вперед отрывается прям на тысячу золота между прочим впереди от пока да эта ситуация не совсем удивительно но конечно хотелось бы хотелось бы как-то эту ситуацию исправлять есть или порт наверх от таска между прочим хотят сильно не здесь подраться судя по всему леона большие проблемы может здесь погибнуть хотя судя по всему убегает на фиоликор довольно быстрый вот у 23 проблемы на могут сейчас быть копье мимо уворачивается 23 стики прожимает таймволг будет через буквально секунду но тут на перехват уже идет персонаж до собирает на марсе тычка с газ ребью к это фраг минус войска свой 31 становится счет ну размочили на счет размочили в целом неплохо так у них сейчас три тысячи перевеса за шиби фай не опять же тут разговора тверка вот нападение да все таки я пошел напасть но уже обс должны по идее забрать здесь на двоих да 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 урона хватает все это минус ну вот говорил я о том что пак вроде бы у него немножко побольше возможностей чтобы команде помочь но пока что видим что именно в р к берет на себя всю инициативу на карте пытается хоть как-то как-то навязывай до драки ну пока что форме для себя соло фраги видимо уже все шикарно для в р к 4000 от вас имеется но будет только расти скорее всего забирает статьи пак для себя приятный момент очень какой-то поймали загнал загнал на и чем своего оппонента и фраг еще и я пажин остается не а пока что шпифа рябелин очень классно все делают реализует своих героев да именно силу линии вот в этой игре они набрались сильные линии вот ты говорил да о том что вот надо как-то активнее играть еще что-то пожалуйста они взяли себе активных чаров и идут и душат со старта очень здорово но есть у меня мнение что аврора камбек карте еще пока время еще как не пришло скажем так но рано или поздно это произойдет или же нет или же мы увидим победу просто шпифа рябелин пока что еще один фраг еще один фраг для виндрейнджер 61 ну пока что прям какая-то душка душка от вирки по всей карте очень много импакта делает для своей команды и автора пока что не могут ничего предпринять против этого хотя пока братья внимание приходит на нижний коридор у него есть dream coil и они видят антимага очень сильно хотят его подцепить его вам рекойл нет уже отсюда не уйти на хотя ситуация не уйти нет не хватает не там да там все уже было все было продумано под амплифай дэмэдж пак там и дэмэдж опять же усиленные но и в целом хороший минус 1 2 для себя факт на этой карте делают аврора но ли не потушить сейчас не получится плюс параллельно в миде пара суппортов стену скитрак находит тролли некроманта и просто вместе со скелетиками вместе с димейтами забирают они вышку там будет размен на нижнем коридоре аврора или же не будет подожди они отошли не получилось забрать там эти маг уже вернулся а вот он арена а будете продолжение стан ну и здесь здесь все фокус фай работает есть также да ладно он успевает нажать там волк храна и он также не пожалел и ты пауз это пауз хорош но это было классно на это опыт это опыт на фейсос воде вот так грамотно все сделал до пришлось потратить храна серу но так или иначе он уходит а у нас тем временем поменялись коэффициенты на карте на победу 118 нашим фаре белин и четверочка на аврору вот так у друзей если вдруг вы верите все-таки в аврор на этой карте то можно в принципе и подумать насчет данного коэффициента коэффициент конечно интересный неплохо мне кажется да что автор должны сейчас что-то придумать видим уже что пытается как-то по карте передвигаться более аккуратно да как-то пытается делить этот фарм паку все-таки придется хотя слушай до 1000 отставания есть то есть пока что вроде не особо преимущество растет уже пивай но это до поры до времени когда появится бф антимага когда в р к возьмет себе подожди нападение на марс очередной между прочим здесь могут спокойно забрать хорош фраг очень хороший отличное передвижение еще один реализованный dream coil от лари нофа для лари нофа кстати пак вот пусть они уровень золота на паке dota плюс при этом он довольно опытный на про сцене игрок именно на паке на вот ну и что кстати фиоликор еще подцепили могут его забрать ультимейт просто от оли и связка по двоим великолепная поставляется таск текст получает от леончик а ну и до конца за таском пойдут палец прожимает и даблки у я паш совершается еще один герой сюда детей шейков пулдау не успевает убесить 23 отлично копье мимо и по итогу дальше конечно зря пошли ну мало в принципе 84 все еще 5000 привеса то есть не то чтобы она прямо растет но как я вот уже пытался сказать это до поры до времени антимаг и dbf а я думал 15 уже должен быть возможно же раньше появится нча также обратите внимание качать да на вижу конечно да и там данте мэйдж никто не трогает он тоже качается и кстати еще хотел обратить внимание на то что у нас марс вот уже не первый раз до 2 по сути на сегодня покупать и у то есть это видимо такая тема-то довольно часто используем и но по крайней мере понимает что какой-то контроль марс и покупает соответственно и угну лишним не будет возвращаемся мы к мете который было раньше ну как мы и говорили в жизни все как и в доте циклично поэтому мы возвращаемся к каким-то старым сборка в целом это нормально а тут попытка смоки найти какого-то героя могут сейчас в теории выйти на получается кого на война так на хватит ли контроля в этот раз хотя его все равно прошлый раз убивали но здесь нет и слишком много дэмоджа легкий фраг 23 погибает под свои т2 вышкой но в это время обратим внимание в смоке двигаются хотят антимага найти ну найти то могут найти на у него у него blink как но dream call до за dream call должны по идее забирать если найдут но антимейдж уже переместился скажем так в более безопасную зону и вот это вопрос могут ли здесь подцепить артизи нет как будто бы нет за ним дальше не пойдут да и артизи играет очень осторожно очень аккуратно до не вставляется и уходит уже еще в более безопасную зону а тут уже и vision стоит до его теперь теперь пока еще и видит так там пока что-то летит свитч плейдом сапожина без сапога играть все это время интересно ну может себе позволить скажем так все равно герой имеет какую-то дополнительную мобильность за счет арбы и военрифта который тоже дает возможность перемещаться помню раньше были с полы скажем так точнее как раньше работали с полы которые не позволяли двигаться как тот же вы не нрифт как тот же шок перспал урсы сейчас все переделали дает дополнительное движение раньше такого не было раньше что на месте прожималась были времена до бородатые времена хотя они не такие уж они бородатые на самом деле пасеком надеюсь что опять очередное нападение на разор есть focus fire к нему очень больно он фиксит здесь конечно он отсюда не уходит абсолютно никак не хотят аврора это все дефать но в принципе 10 разор в какой-то степени загулял одна команда хоть выделить и мы видим как я паш уже 80 имеет счет то есть по сути вот 10 фрагов до имеют рейденты и 8 из них сделал я паш ну как бы там многом говорит высушивает карту пока что и пашек дам интересно что у него по билду то есть там понятно наверно молнии какие-то но вот что дальше что дальше пока башка уже есть нет безмолвности играют только только бака башка выходит в дагон лэнс драгон лэнс дам интересно да то что он без без молнии такой дэмэдж конечно герой универсальный опять же решил активно он именно активно играет поэтому можете вот так позволить именно играть в драгон лэнс дальше там ситуации купить то что ему надо может вообще агоним какую-то купить не знаю если ему опять же это нужно на его усмотрение какая наглая нича обратите внимание на просто во вражеском лесу ходят vision поставила но хотя бы уйти получилось там крипа только оставила на vision и пока что комфортно комфортно у шпифай а фрора пытаются пытаются немножко время потянуть покачаться у вайда скоро появится шторм шторма бака башка монстром до бака башка тяжело да без бака бы здесь не получится нормально подраться из-за лиона из-за марса да и тоже в эрке но вот антимейдж качается антимейдж бф появился после потешки я так понимаю марс должен быть силом по артефактам если смотреть пока да пока аврора вот момент в каких для себя найти как будто бы вообще не могут на этой карте у просто нет возможности даже а я паша горит очень активно сейчас поставит в арт увидит оппонента вот фиоли корр рядом рядом также собирает и случае чего они готовы будут начать драку пока что ломается висан в четвером активно играет пока антимейдж качается это нормально абсолютно не у пока на самом деле все неплохо просто вы слишком хорошо вы очень активно играет через его нападение собирает арена ставится взлетает палец ультимейт в ручка не жалеет и это фраг на фейсос войди подцепить чтобы пытались таска аску ходит кстати хорошее решение от марса здесь и у понятное дело что цеплять кого-то можно это прикольно выглядит но также если какой-то купол да ты муж что войда и тормозить пока нет баковой да в разоро в разоро прям хорошо смотрится ты можешь в теории даже попытаться насколько я помню это до сих пор работает порвать dream coil и в момент перед тем как он порвется нажать и улы ты как бы не получишь контроль вот такие фишечки еще есть как вариант ну в первую очередь конечно для сетапа это очень удобный артефакт чтобы заявить и потом копьем прибить это да ну или остановить рейзера там рейзер кого-то со статиком летит бежит ты берешь его просто поднимаешь пока у него пока бы нет или когда пока бы там уже тратил герой просто берешь нажимаешь и все на месте оказывается так что в принципе довольно эффективно работает ой 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 подловили ларинов успевает он на арбе выйти пауэршот задоджил замедление плазма филда подтягивается 23 и ларинов выходит на опасный был момент пак прям грамотно все задоджил выживает в этой ситуации хотя моменте показалось что все это уже конечная для него и если бы пак погибал наверное ребята пошли бы дальше могли бы там на вышку какой-то выход сделать потому что аврора драку не 55 ты минут пятером то не хотят понимать в четвером без мидера явно никуда не полезу я смотрюсь марс очень да у марса билд вот как раз вот вот он тоже самое покупает что и амар до этого покупала против внимание да тоже актарин поставки бай нападение инициации снова был на пациф от паска подкопа двоим хороший спать x по рейзеру но и дапса как будто бы будут сейчас забей также будут таверну и отправлять хорошие шарды power shot . и тип от или кора и это еще один фраг что-то как совсем без зуба вообще без шансов я не знаю вот сегодня что на второй карте предыдущей серии best of love что в этой серии дк в первой стадии рейзер первой стадии герой абсолютно бесполезный вообще ничего не делают и возникает вопроса что не так что вот ну почему да вот так вот появляется этот рейзер вроде как герой неплохой по итогу вообще себя никак не окупает против него пикают еще еще не казалось бы кого и против уберут на линию антимейджа там артизи просто бьет крипов так в топе у нас трансфер была потрачена не самого лучшего качества потому что не может бить пак однако все-таки забирают артизи но при этом ультимейт вверх взлетает полностью в войда войда забрали ларинов пытается теперь выйти как-то отсюда рыба через две секунды если еще какой-то контроль продлить как будто бы нет ларинов и просто фиарик ордис приговорил буквально с помощью ультимативной на лионе блинка я так понимаю даже имеется поэтому более чем комфортно здесь можно бегать такое ощущение что полностью развязаны руки у команды shopify потому что ну единственно что вот антимаг погиб но в остальном слишком слишком уж у них мощно а вы другие друзья можете получить мощный подарок до 25 февраля то есть до сегодняшнего дня мы дарим всем пользователям гарантированный фрибет до 10 тысяч рублей для этого нужно зарегистрироваться на винлайн или же зайти в приложение если вы уже с нами открыть иконки с номиналом фрибетов и выигрыш автоматически добавится на ваш баланс наслаждайтесь игрой остальное за нами 15 5 преимущество больше 9000 антимейдж пока все это время качается его в игре нет еще долго это мы его не увидим и да знаешь как будто бы с одной стороны вот хочется сказать да что вот на тиммейдж он качается и для него игра становится все лучше потому что становится сильнее с одной стороны это правда это так но с другой стороны учитывая все проблемы аврора на данной карте да это как у них все плохо сейчас как будто бы то что игра затягивается это выгодно непосредственно им самим но вот сейчас нападают на файса свой да пальцы там правда нет однако пауэршот контрольный от япажа залетает и это все-таки очередной минус-минус файса стоит сколько фрагов уже у япажа там 10 11 сколько у него убийства не у реально много 1103 конечно огромное количество он просто уничтожил всю карту на этой верке и возникает вопрос в эрка же пикалась на последним пиком она не закрывала драфт то есть речь о том что ну пабла спик же был антимейдж я это веду к тому что насколько же уверки все хорошо в игре насколько же не хватает в игре рейзера насколько же в этой игре не хватает других коров целом да потому что ну они пока не могут включиться и просто чем играть в эрка идет вперед как бы ну ведет команду за собой и они всех убивают рейзер вот покупает бака башку и ставит себе в кикбай линкин сферу если честно вот с такими закупами спрашивается когда-то вообще чем то есть bkb вопросов нет но у тебя два артефакта на сейф и как бы ну а что делать в игре где урон то где урон да 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 и вот как бы и ясно а все это время качается антимейдж который на полном фри фарме пока у него в эрка и масса бывает всю карту да грустно очень грустно на самом деле и мы видим что обратим внимание здесь нападение между прочим погибает см к и разорвать под бака вышка но к сожалению ничего сделать не получилось просто ты паут до очередной выпад от шапифай который закончился плюсом для них не получается в роли хоть бы какие-то телепорты сделали то есть они полностью игнорят драки да здесь два героя вроде попытались вдвоем что сделать разор нажал кнопки не получилось окей улетел на базу даже пытаться не будем продолжаем качаться то есть как будто бы что полностью зеркальная игра с прошлой игры но не полностью но очень близко да похоже здесь как будто бы призрачные шансы справа у ребят еще есть потому что в тот момент я вообще не понимал как будут драться шапифай ребелин против оппонентов если игра затягивается но здесь до ситуация действительно похоже потому что очень медленно появляются артефакт справа и дэмэджи не появляется и в отличие от мипа который может очень быстро и много фармить здесь такие героев не наблюдаются которые настолько хорошо фармит и как будто бы ситуация ничем не лучше то есть ситуация действительно зеркальная и это грустно аганим появляется тем временем он вин рейнджер как я и говорил и с этим аганим в эрк сейчас будет еще активнее еще жестче убивать всю карту бегать просто в невидимости то есть если раньше оппоненты видели как в эрках убивает теперь они еще и витки не будут так собирать тут за в общем плохо нажал клавиши и сейчас его за это будут наказывать скорее всего он умрет ой-ой-ой да ладно красиво тут инча переманенным совухом подвинулась на вот но это как здесь навайда дальше дальше навайда большие проблемы у него но пока что он отсюда уходит там самка разлетелась кстати но перима ничем не закончится математ пытается все это минутно не получается почему-то все-таки погибается м к и dream coil здесь стоит и слушай можно можно дальше продолжать большие проблемы начинаются уже погибло два героя можно даже ничью забрать здесь да это трипл килл для ларинов а неплохо или очень хороший юг юг кстати вот то что я не сказал таск это еще одна я совсем забыл потому что давно же не следил за авроры за этими ребятами кью это же вообще на таске гений то есть это тоже одна из его сигнатурах даже по уровню дата плюс видно на показывает fight recap огромное количество урона так слушай это возможно камбэк который только что шип и фай ребелин сами на ровном месте подарили драка которая абсолютно было не нужно кривое начало от cyber light а и вот пожалуйста и у меня возникает вопрос а как ну артизи может ну надо пофармить вот и нами пофармил может надо еще пофармить артур ну зачем ты так и по итогу сейчас все шансы у аврора появляется на камбэк на этой карте ну с одной стороны да с другой стороны не знаю не знаю мне пока что абсолютно не нравится разорка на которого сейчас идет нападение но она сюда не уйдет есть focus fire то легкий фраг очередной пор на разор разор выпал из игры его здесь просто нет к сожалению да он купил себе кб он что-то пытается конечно как-то помочь команде но это явно не то чего они ожидали как будто бы здесь разор должен был какой-то сноубол иметь и душить наоборот оппонентов но к сожалению сейчас драться он совершенно не может в это время аврора решили забрать рошана и на самом деле это очень крутое решение потому что они заберут этого рошана да да а и гиз для ларинов и наверное да ларинов то между тем набирает панатворс обрати внимание упак это всю игру на творц великолепный я говорю мне очень нравится как ларинов играет на этой карте он и линию против эрки достойно стоял и по игре делать невероятные вещи у него сейчас уже линькин сфера будет а это дополнительная возможность для пака сыграть ну более надежную игру потому что здесь же он играет против лиона который всегда может подцепить на хекс но с линькин сферы уже будет это не так просто сделать соглашусь ну что ж давайте смотреть здесь и пашка будто бы загуливать ой 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 хотя есть амплифай дэмэдж подцепили таска связка хорошая нам это легкий фраг но пока нет не получается не получать вроде бы есть возможность теория на все растет и растет у авроры хорошо подраться выиграть драку и собственно камбэкнуть все преимущество но вот постоянно все-таки шапифай находят грамотное решение ловят оппонентов на ошибках все-таки в эрка но откровенно говоря просаливает игру какой-то момент конечно есть возможность что она ошибется отдаст огромный стрик насколько понимаю она до сих пор еще не умирала вроде нет не ошибаюсь да то есть там стрик просто огромнейшим отдать условному паку или же ну лучше на войду что войда есть некоторые проблемы да по финансам в таком ключе уже да можно пытаться но сейчас я не вижу скажем так как возможность этой вверх и умереть на во-первых смог от аврора вторых упак вот мы смотрим да у него сейчас аегис и пока уже потихонечку надо в какой-то агоним выходить на самом-то деле в этой игре вот ждем появление но пока что пак прям вот пока скажем так пока оба мидера ведут игру своей команды я бы так сказал то что пак тоже ну и пак много делает в рк в рк по фрага много делать тупак опять же учитывая ситуацию то что для пока здесь не самая простая игра я уже объяснял почему или он потому что и в рк потому что на линии под душила а так так как бы ну так короче поддерживаться молодцом вот что касается шапи фай по сути вот у них все под контролем но то что они отдают такой ситуации и гис не есть приятно с ним бы они сами могли пойти толкать линии да но есть проблем в том что они уже все внешние вышки забрали там ты два товаров насколько я вижу уже не осталось поэтому как бы ну что им сейчас остается это ну опять же качать карту пытаться зажимать оппонента искать какие-то пиков и но мы видим что аврора при этом сами огрызаются 23 годов если что прыгать у него есть бкб подкоп от леона мимо линка сбивается запрыгивает войт ультимейта цемочки кит рак выходит копье потрачено запрыгивает и у хороший ультимейте аликор высасывает ману под защиту от маги шарт работает минус 2 саппорта от аврора отлично сыграно и мы видим что ну за это за своих тиммейтов шипи фарри билен не готовы сражаться но с другой стороны это почти все кнопки почти все кнопки аврона сферы есть купола до хрансфер есть но в остальном очень много но пока дали только на двух суппортов и антимага рядом не было то есть теории если был бы может быть может быть он бы подключился другом так не было же антимейте то не было и прекрасно это понимали ребята именно поэтому дрались такой ситуации антимейте уже почти с аганим тем временем причем диффуз купил перед тем самым аганимом водно но при этом артизе большой 132 когда они лучше конечно когда могло быть и получше как говорится но зато над ворд стоп-1 яга не почти есть я жду от пока гоню в этой игре очень от пока здесь очень многое зависит пак должен эту игру пытаться в соло протащить но пока что октарин планируется пока у нас такой полумаг получается ларинов может быть если игра затянется посильнее тогда уже и появится какой-то аганим а тем временем коэффициенты побед на карте 1,28 сотых на shopify rebellion и 32 на соответственно аврора вот так интересно интересно ну с одной стороны до нее на самом деле сейчас аврора более-менее реабилитировались поэтому возможно немножечко переоценивают но нам shopify не нужна ситуация все равно получше очевидно но просто именно по игровым действиям панирует как играют именно аврора вот даже с учетом того что хороший драфту и компонента аврора смотрится неплохо я бы сказал даже не побоюсь этого сказать я на данный момент рычу аврору выше мне просто нравится больше как они исполняют ниже чем шпифай шпифай как-то совсем вяленько играют даже когда у них хороший драфт ну когда сильнее драфт чему оппонент на бумаге есть проблема до основная проблема мне кажется у shopify то что антимаг он до сих пор не как-то драку не подключается возможно так и надо делать один раз подключился просто погиб бессмысленно но все равно мне кажется такое преимущество нужно все равно как-то реализовывать потому что века всю игру не сможет в 1 вытаскивать рано или поздно найдут на нее все-таки управу о видимых пока что рефрешер на рейзере планируется вот это уже интереснее то по старым чертежам так сказать билд где у тебя соответственно в тимфайте два блокин бара два ультимейта вот это хорошо может быть там изначально планировалось мне рассказал с него там линка было вот сейчас рефрешеры рефрешер смотрится куда лучше так это терзатель для авроры чуть не погиб на все-таки туск но выживает выживает и для разора падает шар приятный бонус учитывая что разор страдает это просто у него не так много ну да верочка почти с дейдосом я паш скоро будет носить просто невероятный урон это будет больно тому кто будет получать ультимейт от в р ки пак с джемом кстати говоря ему джем отдали смог прожимает аврора и готовы выдвигаться нападать любопытно что они сами решили действовать вот мы посмотрим будет ли инициатива наказуемой или же нет 23 идет причем при этом при всем в открытую то есть вне смолка и в теории на него даже могут напасть поэтому он аккуратно идет ну или fire кстати поставил кайбай это против эрочки мера чтобы соответственно в эрку под виндраном пробивать а чтобы снимать эффект виндрана не побеждать и тем самым так вот здесь может быть хрона сфера какая-то но тут стоит vision у рейдин твое дентство контролирует поэтому ждем скорее ходу дремкой лаганин есть уже в анти-мейдж он отправляет свои люди вперед дапс подцепили у нас получается здесь марса собирают а проблема но параллельно подвижным нападает на вайда и просто убивают его за шейкал минус 23 байбекается по итогу марс продолжает высасывать урон джапсу джапс огромное количество урона лентинсера там сбивается запрыгивает марс с ареной цемпу забрали при били при этом джапса к арене пак здесь же и очень много урона входит минус рейзер по итогу line на месте еще один фраг ну и по итогу минус минус 4 или минус 5 минус 4 понимаю да там один байбек был по итогу лишь только двоих героев смели забрать 23 подставил сновидение ему даже не дали ничего сделать войти вообще ну и все и можно на хг да да там есть байбеки но такой ситуации не очень хочется их нажимать глиф прожали товар упадет сторона упадет скорее всего на страна должна фактировать не успеть но есть купол есть купол поэтому можно все еще попытаться главное дождаться главное дождаться здесь пытаются пока уже поймать аж под 34 как бы это не было ошибкой так далеко лезть или же направляет на этого самого пока вы ковыряет ковыряются эти долго на такие бараки только мечников мечников забирают ближний барак ну ладно ладно все таки на вторую сторону пока что ранного но аккуратно играешь фарби нам подставляться не хотят но таргет идеальный был то что они войда подловили там вопрос наверное все таки ковроли но аврора не сдаются прожимается смоук и они идут снова в атаку поскольку трансфер есть почему-то будет один отправляется вниз ларинов подбирает он ускорение появляется у него по раз по плане рдач под шар но то после по раз мы не знаю как будто вот уже реально догоним покупать но дэмоджи не хвата хотя я не знаю тип просто реально уже не хватает как будто вы чуть ли не криты можно взять на паке уже рейзер планирует вообще monkey king bar покупать чтобы пробивать как-то героев здесь у нас какой-то хаос начинается и людей тимак запрыгиваю ставится арена примели кого-то непонятно кого ставится храносфера забирает лиона при этом огромные проблемы у рейзера пока бешка его прыгает хитрак марс все это время живет пока что в еуле антимак запрыгивает ультимейт нажимает сэмку сэмка должна пойди умирать она умирает по итогу минус марс после байбэка антимак прыгает дальше будет на развороте дерется подтягивается китрак ультимейт от кипажа огромные проблемы у нас у пака и пока нет пак убегает это таск таска забирает пак все-таки сумел уйти но какой ценой байбэк и мусорион забрали еще раз марса при этом потери которые несоизмеримы и аврора проигрывает очередной игровой момент да и в таком случае будут вы терять и не в т2 вышку также очередная сторона скорее всего упадет здесь уже байбэки скорее всего не помогут не помогут не хватит абсолютно точно антимак уже более чем боевой 25000 и торца там уже бабочка появляется слишком он опасный пытается конечно ларинов здесь хоть немножко откидываться но к сожалению сторону это не спасет абсолютно точно минус 1 барак минус 2 барак можно идти добивать в принципе барак на миду ну не стали решили отойти там тем более рошан имеется у которого еще из сыгр лежит можно забрать его спокойно забрать третью сторону для наверное игру в принципе закончить сложно сложно авроре несмотря на то что вроде потихоньку камбэк а пока неплохой на этого раз вроде бы дэмэдж также имеется но к сожалению этого недостаточно плюс еще и грамотно шапифа и сразу же байбэкаются притягиваться обратно в эту драку свои моменты все-таки собирают нам и по итогу падает рошан рошан 2 сыром соответственно сыр плюс аегис антимейдж приобретает дисперсию и в принципе ну дисперсер если быть точным да и как будто бы еще одна драка буквально отделяет шапифа ревелия над победы на этой карте и еще в таком случае будет 11 ну я в принципе опять же не удивлен вот такому результату дам но казалось после первой карты что вера мало шапифа ревелия но они доказывают на деле что все они контролируют в этой крайней мере карте когда драфт у них комфортный когда у них хорошие линии там кстати говоря пак поставил divine рейпер в кибай вот интересно доживем мы до этого момента или нет увидим ли скорее вот так вопрос поставлю вот было бы интересно посмотреть затем как пак будет с рапирой сражаться это вопрос опять же времени если это время в целом там тем временем опнутые ул появляется у марса но уже не первый раз за сегодня мы уже это видели да это интересное решение видели мы сегодня что она работает и повторение повторения здесь уже антимаг заходит дальше на третью сторону по конечно пытается откидываются кнопками крипов забрали но вопрос времени вопрос времени когда шапифай зайдут на третью сторону уже с концами скажем так полноценно с намерением до сломать вражеский трон ну и появляется купол вроде бы все кнопки есть главный вопрос для авроры нужно ли драться сейчас на хай граунде лишь попытаться выйти с него как-то зайти в спину обойти вопрос позиционки и вроде бы были драки где позиционка была неплохая но все но этого было недостаточно сейчас все-таки решает на драку на хай граунде своем откидываются кнопками насколько это возможно но тут то надо все ли ничего тут по-другому не подраться потому что все айгису антимейджа огромное преимущество да по слотам и в целом по левелу по всему верочка мне кажется любого героя сейчас убивает за ультимативную нужно какой-то идеальный тимфайт для аврора чтобы не проиграть эту карту антимаг как же он присутствует как же он присутствует напрягает своими иллюзиями вот он-то узк который врывается на антимага а вот время погибают да ладно это в минус войдем просто моменте умер ничего не получилось сделать ну и вот он разор пытается конечно что неплохой думаешь между прочим вливает но антимаг просто упрыгивает отсюда можно выйти как будто вы пока поймали нет он пока еще живет пока еще живет пытается отсюда уйти и нажимает dream coil до последнего пытается жить но его ищет но у лавино все классно делает на самом деле я не знаю кларинов в плане исполнения на этой карте вопросов вообще нет а вот то что ему тяжело играть на пакету карту это да ну что у нас огонь из последняя страна да ну и в целом отделяет но пикасса еще на драк это твечка репельная победа антим все артизи ничего не боится просто уже под фонтан готов прыгать зоне в зоне своих оппонентов шапифа репилин но и падает и 4 ай какой урон какой же урон там просто отверг и залетает с этого фокус файра хотя это что повис был на на все-таки погибает разор байп и даже не нажимает ли он он и забрать хотя бы не получается ну тут все вот так вот сорок с половиной 40 минут и половинка минут еще вот да у нас ушло на вторую карту в этой best of 2 серии и все-таки все-таки шапифай репилин я вот в них не верил после первой карты они такие ребятки собрались сделали хороший драфт как по крайней мере на линиях а дальше просто пошли р к ну просто выносила все что было на этой карте support помогали показывать нам игроков вот ларинов немножечко расстроенный джабс ну что поделать поражение из поражения так или иначе неплохой все равно результат опять же напоминаем что шапифа репилин были фаворитами до серии соответственно да до того как она началась и 11 но в принципе результат неплохой конечно хотелось победить но что есть то ну мы предполагали изначально до что так просто не будет что все-таки соберутся шапифай и они собрались конечно отметить здесь в эрку да да я паш классно срала герою не гиппаж он прямо исполнил засолил все начало по сути там артизи ну подключился какой минуте на двадцать пятый наверное можно же позже как плюс да позже позже даже подключился скажем так на все готовенько оппонент уже зажался уже ничего не может сделать не хватает и вообще урона к сожалению и куда в таком ключе уже огромнейший антимаг которого по сути 6 слотов здесь он уже свое дело закончил пытались конечно аврора отдельное почтение как ты уже говорил паку сыграл действительно замечательно то есть это и на старте игры неплохо отстоял в дальнейшем сожалению вот возможно возможно стоило пытаться вот после того как линия из не особо году láisd loving отости стоял неплохо но понятно дело что вырка его прогоняет линии возможно стоило после этого попытаться пойти по линиям да как-то навязать какую-то драку то есть пытаться начать активно играть пытаться драться уже значит мере на 15 да то есть понятное дело что лберкha есть очень сильный которые бегают тоже всех напрягают но Может быть, если бы Пак попытался подключиться Что-то интересное бы получилось Но в итоге он просто ушел в фарм за счет этого В дальнейшем они и держались Потому что у него хоть какой-то нетворс был Хоть какой-то дэмэдж Ну вот показательный момент, что у Пака действительно много фарма Все на нем держалось Но очень показательный момент еще Когда мы смотрели статистику Вайда После игры, соответственно, послематчевую Урон построением 0 У Пака урон построением 83 Вот сейчас мы смотрим Джабс на Рейзере Да, 603 урона Это тоже очень мало на самом-то деле Марс-то понятно, он на собственном строении-то и не бьет Сиберлайт Я к тому, что да, они даже особо не пушили в этой игре Как будто ты Ну, ситуация, как ты и говорил Она реально Вот прям зеркальная получилась Ну, сторонами поменялись И все, и одна команда доминирует Душит, вторая команда Отбивается как-то, прячется, фармит Но стоит отдать опять же Респект, респектануть хочется Аврора, они пытались найти какие-то моменты Но в целом не получилось На этой карте уже все-таки драфт свое дело сделал Вот, так что Говорил там я про бульбу, что вот Что-то там не то на драфтах Все, все, все нормально На второй карте с драфтами все в порядке Сыграли относительно достойно Хотя, честно признаюсь Перформанс Артизи на антимейджи Мне не очень понравился Скажу так Там момент был, когда он просто пришел в драку Умер Помнишь, это, по сути, была первая такая важная очень драка Где то ли, ну, минус 4, по-моему, сделали Только Верка у нас не умирала Ребята из Аврора Они выиграли драку В той ситуации, когда, казалось бы, что уже все То есть все совсем плохо Я считаю, что виновников того торжества Отчасти является Артизи Который что-то просто куда-то прыгнул Подставился и умр Когда ему просто надо было пойти пофармить Он потом и пошел и пофармил В принципе, да Он решил, что, ладно, ребят, вы и так Изменяетесь Я пойду покачаюсь И в целом это было правильное решение Ну, как итог Да, не стоит списывать со счетов Шпифа Рибелиан Впрочем, как и Аврору Что мы уже выяснить Успели на первой карте этой серии На самом деле В тот момент, который ты говоришь Когда Антимаг умер Там какой-то интересный момент был Вот жалко, нет реплеев Потому что хотелось бы посмотреть Там было слышно Как Антимаг нажимает ультимейт Вот не получается То ли это был То ли там анти Соответственно было То ли что Но почему-то не получалось Нужно нажать ультимейт Там прятались герои, по-моему В Тумане войны Что-то такое Да, да, да И ЦМ, я так понимаю Кастовала В общем За счет этого Он не смог кнопку нажать И, возможно Из-за этого Соответственно погиб Неудачным образом Ну Это пересматривать уже только В такой ситуации Чтобы более точно Разобраться в ситуации Но момент забавный Все равно Да Что же, друзья Давайте там потихонечку Будем уходить У нас такая получилась Относительно затянутая серия С такой Некой долей Пассивности Что ли Я даже не знаю Как это еще назвать Поэтому Просто сейчас Пойдем дальше На перерывчик И впереди нас ждает Еще сегодня Как минимум Две бестуды серии Также бестуды серии Также параллельно Заглядывайте на другие Трансляции Обязательно Впереди еще много Интересной доты Поэтому далеко Не уходить